Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать в институте Хайка. Сегодня у нас с вами особый день. Андрей Николаевич Ларионов любезно согласился прочитать нам лекцию, что сделал Гайдар. Андрей Николаевич является старшим научным сотрудником института Катона и директором института экономического анализа. Президентом, да, извините. Но я думаю, что для многих он, прежде всего, известен как бывший советник президента Владимира Путина по экономике. Я думаю, что многие согласятся с высказыванием, которое, я думаю, применимо ко всякой области исследования, особенно той, которая вызывает разные эмоциональные споры. А именно с высказыванием Спиноза. О том, что нужно не плакать, не смеяться, не ненавидеть, а исследовать. Я думаю, что всякая тема, которая нас близко касается, вызывает, конечно, разные реакции. Я бы хотел призвать всех сегодня присутствующих к тому, чтобы попытаться конструктивно посмотреть на то, что нас непосредственно касается сейчас, я думаю, будет касаться в дальнейшем. А именно попытаться разобраться в том, что происходило в нашей стране 20 лет назад. Я буду кратким. Единственное, что я хотел бы сказать, прежде чем уважаемому гостю предоставить слово, это порядок проведения сегодняшнего мероприятия. Я думаю, что Андрей Николаевич, по крайней мере, мы с ним договаривались, примерно 50 минут или что-то вроде того посвятит часть элекционной. После этого мы перейдем к дискуссии. Я надеюсь, что прежде всего сегодняшнее мероприятие будет носить характер дискуссионный в большей степени. Так что после доклада мы перейдем к этой части. Вы сможете задавать вопросы, а после этого и выступать. Наши уважаемые гости Дмитрий Травин и Андрей Зоостровцев любезно согласились сегодня поучаствовать в этой дискуссии. Я надеюсь, что она будет крайне интересной и полезной для всех, в том числе и для молодых студентов, политологов, экономистов, которые сегодня тоже можно увидеть здесь. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего я хотел бы выразить свою, не побоюсь этого слова, искреннюю признательность Институту Хаека и Павлу Валерьевичу за это приглашение и за возможность быть у вас здесь и начать этот разговор. Разговор, который мы назвали «Что сделал Гайдан?». Я не буду скрывать, что я отношусь к этой нашей встрече с особым отношением, потому что я хотел бы, чтобы этот разговор, который начнется с моих некоторых тезисов, и который, я надеюсь, будет продолжен в нашей совместной дискуссии, и, насколько возможно, будет напоминать, может быть, одно из самых лучших моих воспоминаний в моей жизни и участия, это опыт клуба «Синтез», который существовал в течение, наверное, пяти лет, с 1986 по 1991 год у нас в Петербурге, которые были созданы нашими коллегами Борисом Левиным и некоторыми другими, и который внес, с моей точки зрения, неоценимый вклад лично в мое образование и в понимание того, что происходит, мне кажется, оказал достаточно большое воздействие на мировоззрение целого ряда людей, которые, в общем, не совсем потерялись в недавней российской истории. Для тех, кто... Тут в зале есть люди, кто участвовал в этих семинарах, в частности, вот Дмитрий Якович Стравеев, для тех, кто не знаком или не удалось побывать на тех семинарах, я хочу сказать, что они, конечно, отличались, особенно в то время, исключительной содержательностью, такой нелицеприятностью суждений, и для участников не было никаких авторитетов, что, кстати говоря, не приводило к снижению уровня, а, наоборот, приводило к очень высокому уровню обсуждения, редкому в то время не только для Питера, но и для Москвы. И у меня была возможность тогда сравнивать уровни дискуссии у нас и в Москве, в том числе в московских академических институтах. Очень важная часть тех разговоров были не только выступления тех людей, кто делал какие-то первоначальные выступления, заметки, но и обсуждения, обсуждения очень высокого уровня. Вот мне хотелось бы, чтобы у нас такой же разговор был бы, который бы пошел не в духе воскурения фемиама кому-то и не в духе вынесения приговоров, а в духе такого содержательного, академического и аналитического разговора с главной целью попытаться разобраться, что же у нас произошло и почему это произошло. Я не буду скрывать, что подобные разговоры я хотел начать и провести в течение, по крайней мере, последних 20 лет. И с таким предложением неоднократно обращался в свое время и к Гайдару, и к Чубайсу, к Ясину, и ко всем тем непосредственным участникам Московско-Калининградской группы экономистов 80-х, начала 90-х годов и участников экономических реформ, экономической политики последних 20 лет. К сожалению, этот разговор никогда не состоялся. Я надеялся бы, чтобы... Теперь уже понятно, что он уже никогда не состоится, потому что отказ вот этого разговора относит не совершенно не случайный характер, а совершенно сознательный характер. И, видимо, для потенциальных участников, которые были приглашены для этого разговора, этот разговор, видимо, уже сейчас не может состояться по очевидным причинам, которые, может быть, будут более ясными в ходе нашего разговора. И, видимо, только уже новое поколение людей и поколение новое не только по водорослу, но и по, скажем так, своему мировоззрению, по идеологической направленности, только они в состоянии, по крайней мере, попробовать провести этот разговор более или менее объективно и непредвзятно. Значит, второе соображение, о котором я хотел бы сказать, что то, о чем я буду говорить, буду говорить исключительно тезисно, практически не подкрепляя эти тезисы какими-либо аргументами, потому что по этому поводу, в частности, мной, а также рядом других коллег, было написано в последние три года очень много, это, так сказать, вот буквально сейчас уже тысяча страниц текста. Это получился своеобразный такой трехлетний проект, и некоторые итоги этого трехлетнего проекта я как раз хотел бы здесь с вами обсудить. Этот трехлетний проект был непосредственно спровоцирован несколькими событиями. Во-первых, смертью самого Егора Тимонича Гайдара в декабре 2009 года, которая, конечно, была неожиданна, и никто не, собственно говоря, не ожидал, что так это произойдет, все-таки мы все надеялись, что рано или поздно разговор произойдет с его участием, поскольку, значит, вот сейчас он не может принять участие в этом разговоре, а также, как выяснилось, не может принять участие в подобном разговоре. Борис Федоров, Борис Ельцин, Галина Старовойтова, Сергей Юшенков и еще много других людей. Стала просто реальная такая проблема перед теми, кто еще может это сделать. Возникает такая проблема, что если мы сейчас не начнем этот разговор, то мало кого останется, с кем можно этот разговор провести. И кто-либо что-то успел написать, кто-то не успел написать каких-либо вспоминаний, мемуаров. И поэтому очень важная часть нашей истории, история нашей страны останется просто незафиксированной или металлодизированной. Поэтому это был такой первый толчок. Вторым толчком стала такая компания беспрецедентного восхваления, которую начал, точнее, продолжал, но поднял на совершенно новый уровень Анатолий Борисович Чубайс, который, как возможно коллеги знают, конечно, не имела ничего общего и не имеет ничего общего с действительностью. И, конечно, попытка внести просто ясность в то, что действительно происходило, и чем эта компания пропагандистка отличается от реальности, стала вторым фактором, который заставило обратиться к этой теме. Наконец, третьим непосредственным стимулом стали вопросы главного редактора журнала «Континент» Игоря Ивановича Виноградова, который в течение полугода упорно добивался от меня развернутого интервью на тему российских экономических реформ. И я признаюсь, я в течение достаточно длительного времени отказывался, отбивался от этого интервью изо всех сил, но вот в какой-то момент сдался под напором, стал говорить, и чем больше мы с ним говорили, а мы с ним дописали несколько десятков часов разговоров, чем больше мы с ним говорили, что-то я вспоминал, потом выяснилось, что, в общем, я что-то помню, а что-то мне нужно освежить в памяти, я стал обращаться к документам, и вот за это время пришлось мне уже как бы с новой высоты уже и нового знания и опыта обратиться к частью к старым документам, которые я видел раньше, а к частью к документам, которые к стыду своему я не читал, не видел. И за это время пришлось познакомиться буквально с тысячами документов, воспоминаний, мемуаров, публикаций разного рода, и которые, конечно, дали совершенно другое представление, даже по сравнению с тем, что у меня было три года тому назад, честно скажу, потому что, когда я начинал этот проект, у меня были одни представления, не скажу, что они совсем полностью изменились, но по некоторым направлениям изменение произошло весьма радикальное. В общем, мне не раз приходилось после этого вспоминать о том, ну, выражении многих там писателей, авторов говорит, когда ты начинаешь что-то писать, то это уже не ты создаешь, а там сюжет, или твои герои тебя ведут, и ты уже, если ты как бы серьезен, они тебя ведут, и ты уже пишешь не то, что бы ты хотел, а вот как вот они там себя ведут. В общем, в известной степени так и получилось, потому что у меня были определенные представления три года тому назад, и определенные споры, которые были в том числе и с главным героем этого проекта, но вот выяснилось, что, конечно, проблема выглядит совершенно гораздо более серьезнее, чем мне это виделось три года тому назад. Ну и вот за это время, значит, у меня было целый ряд публикаций, интервью, статей, крупное вот это интервью в континенте в двух частях, довольно большое, там больше 200 страниц, вот, а также, наверное, сотни, полторы или две постников в собственном блоге, который, на самом деле, я делал в большой степени не только для того, чтобы познакомить читателей с, скажем, с новыми этапами, с результатами новых исследований, но и с тем, чтобы проверить, нахожусь ли я на правильном пути, не являюсь я или где-то субъективным, или, может быть, что-то неверное, и, может быть, коллеги, и в данном случае, как бы, весь мир, потому что благосфера такая всемирная, внесут свои поправки, уточнения, исправления, и, значит, вот укажут, может быть, как бы ошибочные пути. И, честно говоря, я надеялся, что это спровоцирует ответ со стороны защитников, и этот ответ со стороны защитников может быть действительно обнаружит какие-то слабые места или неверные места в тех позициях, которые я выкладывал на всеобщее обсуждение. Значит, вот некоторые результаты вот этой инициативы проявились, у нас появилось несколько публикаций, может быть, не от непосредства Чубайса, Ясина, Мауна, Синельникова, которые наотрез решили молчать, во что бы то ни стало, что бы ни говорилось. Но зато появилась там целая серия публикаций других людей в последнее вот крупное такое достижение, просто большой успех. Целую книгу посвятили этому, называется «Анатомия лжи» о реформах 90-х. Значит, два сотрудника института Гайдара посвятили, так сказать, попытке разбора некоторых вещей. Ну, честно скажу, что, конечно, мы к этому вернемся, если кому интересно. Ну, конечно, содержание и уровень этого разбора, значит, оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому такого содержательного разговора, по крайней мере, пока сейчас не произошло. Ну и, наконец, вот третье, я в этом большом таком развернутом введении, считаю, нужно сказать, почему, собственно говоря, это важно, потому что часто можно услышать и прочитать, значит, такие комментарии, что зачем этим заниматься, это уже прошлое, людей нету, вот зачем копаться в этом, ну и так далее, и так далее. Значит, я хочу сказать, почему это необходимо сделать, хотя, как мне кажется, это очевидно, но тем не менее повторю. Значит, с моей точки зрения, предметом исследования является не только там деятельность конкретного человека и там ряда людей, но деятельность этих людей в важнейший период нашей современной истории, истории страны. Конец 80-х, начало 90-х или даже 90-е годы, важнейший период в истории нашей страны, который предопределил и нынешнюю, в большой степени, и нынешнюю экономическую систему, нынешнюю социальную систему и нынешнюю политическую систему страны. Это, конечно, большой разговор, который заслуживает обсуждения аргументов и контраргументов, в какой степени нынешняя политическая, социальная, экономическая система уходит корнями в начало 90-х, в какой степени она сформирована позже или раньше. Это все заслуживает обсуждения. Здесь, конечно, точки зрения у разных авторов могут быть разные, но с моей точки зрения, по крайней мере, из того, что получается из этого исследования, основы, фундамент и политической, экономической системы был заложен в начале 90-х годов с непосредственным участием наших героев. Это первое. Второе. В конце 80-х, в начале, даже не в начале, в течение 90-х годов произошла вторая крупнейшая экономическая катастрофа в истории страны последнего столетия. Есть несколько критериев определения масштабов катастрофы, включая и такие показатели, как снижение размеров экономической активности, измеряемое ВВП, ВВП на душу населения, численность погибших так или иначе, либо убитых, либо нерожденных, либо падение рождаемости, увеличение смертности. Но по всем этим показателям, среди четырех-пяти основных катастроф экономических, социально-политических, демографических последнего столетия, это, соответственно, катастрофа 17-го, 22-го годов, катастрофа Великого Голода 32-го, 33-го годов, катастрофа Второй мировой войны и Голода 46-го года и вот катастрофа 89-го и 98-го годов, по основным индикаторам, вот эта катастрофа последнего времени, она находится на втором месте, по некоторым показателям даже на первом месте, по крайней мере, делит вместе с катастрофой 17-го и 22-го годов. Даже сокращение производства, по крайней мере, по экономическим показателям во время Второй мировой войны, оказалось меньшим, чем оно оказалось в 89-м и 98-м годах. Конечно, здесь возникает огромное количество вопросов по поводу того, что сокращалось, было нужным производством, ненужным производством, структурой и так далее. Тем не менее, если мы берем самые простые показатели, выясняется, что, по крайней мере, катастрофы сопоставимы. Следующее соображение, это вот о чем я уже говорил, именно тогда произошло зарождение того авторитарного политического режима, который мы имеем сегодня в нашей стране. Третье, это попытка тоже обратиться к одному из крупнейших событий нашей истории, это к краху СССР и к тем версиям краха СССР, которые были предложены для обсуждения и российской общественности, и мировой общественности. Ну, по крайней мере, в терминологии того же Егора Гайдара это называлось «крупнейшая геополитическая катастрофа». Это его формулировка, сформулированная им в 1997 году, которая затем, восемь лет спустя, была использована Владимира Путину в его послании, значит, в президентском послании парламенту и нашему народу. Но оригинальным автором, которым и, собственно, поделился с Владимиром Путиным, Егор Тимуревич Гайдар. Ну, и здесь есть еще, так сказать, три как бы мелких таких соображения, которые я не могу не упомянуть. Во-первых, с моей стороны, это личная моя такая дань памяти Галины Васильевны Старовойтовой, Бориса Григорьевича Федорова и Сергея Николаевича Ишенкова, с которыми мы обсуждали эти вопросы несколько раз при их жизни и которые считали для себя по политическим соображениям невозможным или нежелательным обсуждать эти темы публично. И каждый из них по-своему, скажем, разные люди по характеру, по ментальности, по положению, но каждый из них в разное время, в том числе и советовался со мной, говорит, с одной стороны, не говорить об этом нельзя, с другой стороны, говорить об этом это выносить, значит, ссору из избы, выносить в публичное пространство то, чего не хотелось бы выносить, потому что с их точки зрения это нанесло бы ущерб общему делу. Вот, поскольку я не знаю, обсуждали ли они, каждый из них, эти вопросы, с кем бы то ни было, кроме меня, но вот я чувствовал себя как-то обязанным, как-то вот нес эту информацию, что я должен об этом все-таки сказать, потому что иначе эта информация и это их мнение, людей, которые для меня, в общем, значат немало, остались бы неизвестными. Вот, второе соображение здесь это то, что я сам лично участвовал, в общем, в целом ряде событий, вот, и был свидетелем целого ряда событий, обсуждения, принятия решений, о которых никто, по крайней мере, из тех, кто тогда участвовал, пока не решился сказать, написать, и я считаю, в данном случае мой долг перед нашими согражданами будущими поколениями поделиться тем, что было тогда, вот, а вот уже решение людей судить, что было сделано правильно или неправильно. Ну и, наконец, последнее, это, что для меня тоже достаточно дорого, это то, что в результате этих действий произошла дискредитация либерализма, либерализма экономического, либерализма политического и либерализма идеологического. С моей точки зрения, эта дискредитация произошла абсолютно незаклуженно, потому что либерализмом или либеральными действиями были названы действия, которые никакого отношения к либерализму не имели. Но поскольку такая кампания велась в течение многих лет, если не повысить этого слова, даже десятилетий, вот, то для значительной части российских граждан вот та экономическая катастрофа, та политическая катастрофа и те действия, которые осуществлялись в течение этого времени, получили некоторый такой штамп либеральный. И вот говорят, ну вот это вот либерально, то есть если там гигантская инфляция, если падение производства, если там безработица, если, значит, присвоение собственности в родство коррупции, это называется либерализм. Вот я абсолютно убежден, что это не так, и поэтому в той степени, в какой-то, возможно, считал необходимым значит, пояснить, что это не имеет никакого отношения вот к либерализму, а имеет отношение к совершенно другому, и это другое должно быть названо так, как оно должно быть названо. Вот, после этого такого большого развернутого вступления, но с моей точки зрения абсолютно необходимого, я бы приступил непосредственно вот к изложению того, что у нас вынесено в заголовок. А именно, что сделал Гайдар, значит, здесь тоже не ограничиться, нельзя ограничиться каким-то одним направлением, Егор Тимурович, такая крупная личность, крупная фигура, успел многое сделать по нескольким направлениям, и поэтому я постараюсь, как я уже сказал, в стыдистном виде затронуть несколько направлений наиболее важных, наиболее значимых. А вот есть, наверное, коллеги знают, есть такой фонд Гайдара, который регулярно, теперь второй год подряд, присуждает три имени Гайдара. У них есть три номинации, называются «Экономика», «История», «Гражданское общество». Вот, по их мнению, Егор Тимурович внес наибольший вклад вот в этих трех сферах. Вот, поэтому, в известной степени, как бы, с некоторыми коррекциями это можно принять, и я поэтому высказался бы по вкладу Егора Гайдара в направлении экономической политики или, так сказать, экономической практики. Второе, видимо, это вот в направлении, не столько может быть истории, а сколько, так сказать, и теоретических исследований, и идей, концепций, которые были внесены, прежде всего, в российское общество. И третье, это то, что было внесено в практическую политику, но не скажу, что в гражданское общество, а в практическую политику, что имело отношение к политической системе, к политической борьбе, к политическим движениям. Вот, объявиваю это, значит, перехожу непосредственно к направлениям. Первое, это вклад в практическую экономику, в практическую экономическую политику. Здесь я сразу бы хотел бы тоже внести, объявить по крайней мере три подраздела. Первое, это действия в сфере экономической политики, авторства которых ошибочно приписываются Гайдару. Я пока в данном случае буду только называть, значит, если будет желание это обсудить, вы тогда фиксируйте у себя эти заметки, и мы потом к этому вернемся. Значит, первое, либерализация цен. И, точнее, будет назвать частично либерализация цен, ошибочно приписывается Гайдару, потому что идейно она была предложена советским правительством, прежде всего замминистра экономики Дурасу, затем вице-премьером последнего советского правительства Щербаковым, и была запланирована первая в июле 1991 года, Щербаком 1 декабря 1991 года. Идеологически. Практически она была осуществлена Ельцином и Бурбульсом, соответствующие указы были подписаны Ельцином и Бурбульсом. С точки зрения, так сказать, идейного воздействия Гайдара на Ельцин и Бурбульсом по этому вопросу, есть огромное количество документов, показывающих, что Гайдар не имел к этому отношения, более того, противодействовал либерализации цен в декабре, в декабре 1991 года, в январе 1992 года. Сам Гайдар неоднократно говорил, что выступал против либерализации цен в конце 1991, в начале 1992 года, и сказал, что, к сожалению, Борис Николаевич считал по-другому, и поэтому он осуществил либерализацию цен вот тогда, когда она произошла. Сама концепция либерализации цен у Гайдара была другой, он хотел это делать с июля, с 1 июля 1992 года, собирался делать ее в несколько этапов, собирался ограничить ее разными группами товаров, услуг. Значит, это не удалось сделать, потому что в бюрократической иерархии президент страны занимал более высокое положение, чем вице-премьер по экономике, и решение Ельцина проводить либерализацию цен было принято правительству, она была произведена. Однако Гайдар внес свой вклад, увеличив количество товаров и услуг, которые были исключены из либерализации цен 2 января 1992 года. Самыми крупными, самыми важными позициями являлись хлеб, зерно и нефть. Про нефть он говорил, и говорил о том, что там, возможно, он совершил ошибку, не согласившись на либерализацию цен на нефть. Что же касается хлеба и зерна, никогда он об этом не говорил, однако документы, которые сейчас существуют, в большом количестве показывают последовательную, принципиальную позицию борьбы против либерализации цен на зерно и хлеб, которые выдерживались в течение всего года с лишним, в течение которых Гайдар находился в первый раз в правительстве. И потом цены на хлеб и зерно были освобождены лишь осенью 1993 года, в октябре 1993 года. Потом, точнее, началось это в июле 1993 года. Потом в следующий этап в октябре. Наконец, это было завершено в декабре 1993 года. Главным мотором этой либерализации был Борис Григорьевич Федоров. Я тогда работал в правительстве и наблюдал это с близкого расстояния. Там какую-то небольшую часть в этом деле тоже принимал. Но главный автор либерализации цен на зерно и хлеб, это, конечно, Борис Григорьевич Федоров. Значит, регулирование, государственное регулирование цен на хлеб и зерно с чудовищным субсидированием цен на хлеб и зерно, которые были введены Гайдаром, обошлось только в 1992 году российскому бюджету в 3 миллиарда долларов. Это самая скромная оценка. То есть там вообще получается минимум 3,5 миллиарда долларов, но с некоторыми оценками 3 миллиарда долларов. Для понимания того, что такое 3 миллиарда долларов в 1992 году следует сказать, что все доходы федерального бюджета 1992 года составили чуть больше 10 миллиардов долларов. Я специально использую доллары, чтобы как бы удобнее вписать. То есть примерно субсидии на зерно и хлеб составили порядка трети от доходов федерального бюджета 1992 года. Значит, золотой дождь, пролившийся на аграрно-промышленный комплекс через это субсидирование, чем через кредиты, вообще не поддаются описанию. Значит, эта часть истории нашей страны, экономической политики в нашей стране, экономический реформ фактически не описана. Ее описание, даже описание, не говоря уже раз, просто отсутствует. Сейчас, насколько мне известно, есть несколько человек, кто над этой темой работает. Значит, когда это будет опубликовано в виде хотя бы там развернутых статей, докладов или пик, это будет более сильнее любых скандалов, потому что масштабы субсидирования и развала финансовой системы, бюджетной системы, денежной системы и одновременно колоссальное перераспределение финансовых средств в пользу одного достаточно узкого сектора, даже не просто сектора, а отдельных групп бизнеса и бюрократов с этим связанного, вообще, конечно, имеет мало себе равных, если считать это в процентах от волового внутреннего продукта соответствующего года. Конечно, по абсолютным масштабам нынешнего Ростова превосходит то, что было тогда в 92-м году, но относительно размеров экономики это не имеет себе, конечно, равных в мире. А дальше, либерализация социальной сферы, она была проведена не Гайдаром, а проведена Шухином, буквально в первом же пакете решений нового российского правительства 15 ноября 1991 года. Эта тема также является фактически закрытой, неисследованной, необсуждаемой, но именно те решения, которые были подготовлены и приняты 15 ноября 1991 года, по большому счету действительно спасли российских граждан, потому что тогда были сняты ограничения на заработке, на ограничение фонда заработной платы и при всей экономической катастрофе, которая была в 91-м, 92-м и прочих годах, именно это позволило людям хоть что-то попытаться зарабатывать, что-то получать. Дальше. Указ о свободе торговли. Во многих публикациях, посвященных реформам, этот авторство указ о свободе торговли приписано Гайдару абсолютно неверно, абсолютно ложно, потому что указ о свободе торговли был написан непосредственно питерским депутатом, тогда молодым экономистом Михаилом Михайловичем Киселевым, который был избран на съезд народных депутатов России. И, значит, затем он был внесен, еще был в ноябре 91-го года был отдан Гайдару, Гайдар положил его под сукно и, значит, пытался, чтобы он никаким образом не прошел. После усилий, которые были предприняты там совместными усилиями Сергеем Александровичем Васильевым, Петром Сергеевичем Филипповым, потом еще рядом других коллег, в январе 91-го года этот указ был из-под сукна достан, значит, затем Гайдаром был изуродован, затем была очень большая борьба в правительстве в январе 91-го года, частично он был восстановлен, но только частично, и в конце января 92-го года был подписан Ельциным, в общем, таким, как бы, без большого восторга со стороны Гайдара. Значит, и, собственно говоря, отношение к нему достаточно хорошо прослеживается по мемуарам самого Гайдара, который ничего не ожидал от него, для него был как-то шоковой новостью последствий этого указа для действий российских граждан, которые начали просто заниматься свободной торговлей. Но не прошло и полугода, как в июле 92-го года Гайдар, значит, собственно, существенно изменил этот указ о свободе торговлей, снова уменьшив, значит, вот, права, возможности российских граждан заниматься экономической деятельностью. Да, хотя вам еще раз скажу, во многих произведениях авторство этого указа приписывается либо Гайдару, либо в некоторых документах Петру Филиппову. Еще раз напомню, что написан, подготовлен и главную роль в его пробивании через бюрократические структуры, все это принадлежит Михаилу Киселеву. Следующее решение, унификация валютного курса, она проведена Петром Агриным, который был руководителем Госкомитета по внешнеэкономическим связям, а потом стал министром внешнеэкономических связей России. Приватизация, ну, понятно, как бы к ней там не относиться, к разным и частям, эта тема заслужит отдельного обсуждения, она, значит, осуществлена Чубайсом, Дмитрием Василием и Альфредом Кохом. Значит, Дмитрий Василий главный идеолог и главный автор основных документов, значит, вот технические организаторы Чубайси и Коха. Финансовую стабилизацию, я здесь должен подчеркнуть это, фундамент ее был, значит, вот создан Борисом Федором в 93-м году. Значит, это подчеркиваю, потому что, значит, специалисты по приватизации, значит, отметились не только приватизации государственного имущества, но и приватизации чужих действий. Вот, в частности, в прошлом году во время презентации такой книги, как «Развилки новейшей истории», значит, Анатолий Борисович Чубайс предпринял совершенно беспрецедентную, беспрогонную попытку приватизации финансовой стабилизации в свою пользу, пытаясь объявить, что вот именно он сделал финансовую стабилизацию, и там что-то даже говорил про надгробный камень, на котором необходимо написать, что вот это главное, что вот он добился. Значит, это, конечно, не соответствует действительности, по этому поводу много написано и сказано, вот, но хотел бы подчеркнуть, кто это сделал. Теперь идем к тому, это то, что Гайдар не сделал, но то, что часто приписывается Гайдар и там чего-то. Теперь, что действительно сделал Гайдар? Я здесь буду только читать, уже без каких-либо комментариев, значит, просто вот по пункту. Значит, первое-то было, вне всякого сомнения, общее руководство в 1991-1992 годах финансовой и экономической частью российского правительства, затем всем правительствам, и в 1993-1994 годах еще раз финансовой и экономической частью российского правительства. Это как бы общее такое руководство. Теперь, дальше по пунктам. Массовая беспринципная раздача субсидий, кредитов, льгот компаниям, отраслям, региональным властям. Я вот просто систематически исследовал все документы, которые были приняты российским правительством с 15 ноября по 31 декабря 1991 года, то есть за 45 дней, фактически полтора месяца, значит, обнаружилось несколько десятков решений общей суммой на 4,5 миллиарда долларов. Было подписано решение только Гайдаром, а не кем другим. За 45 дней. 4,5 миллиарда долларов. Еще раз скажу, что, значит, вот доходы, все доходы федерального правительства России в течение всего 1992 года составили 10 миллиардов долларов. То есть это сверх бюджета, сверх решений и так далее. Значит, в течение 45 дней. Там 1992-й год даже еще к нему не приступали. Дальше. Ужесточение государственного регулирования и внутри-внешне экономической деятельности. Значит, читая даже, там, зная то, что более-менее имею представление, читая сейчас некоторые документы, там волосы, у кого они есть, встают дыбом по поводу тех решений, которые тогда принимались. Там, например, ограничение по провозу гражданами вот из территории России в размере там что-то один, там, полкилограмма колбасы, там, полкилограмма масла. Решения, которые не принимали даже советские власти. Не знаю, может быть, только в последний раз во время военного коммунизма. А национализация шпального производства. Вот отдельная отрасль заслужила того, что было принято соответствующее распоряжение о том, что все шпальное производство национализируется. Подпись Гайда. Введение налога на добавленную стоимость со ставкой 28%. То есть, вначале она была введена 22%, потом правительство повысило до 28%. Затем Гайда внес в Верховный Совет СССР предложение о повышении ставки налога на добавленную стоимость до 32%. И, сюрприз, сюрприз, ирония судьбы, никто иной, как Руслан Хасбулатов, встал насмерть против этой 32%, говоря о том, что такая ставка убьет российскую промышленность, и они сделают все возможное, чтобы это не было принято, но они не приняли это, но попытка была. Я уже говорил об этом. Введение драконовских мер по ограничению торговли товарами народного потребления разного рода, включая перевозки за пределы страны. Резкое сокращение, а фактически остановка практически полностью экспорта нефти и нефтепродуктов 15 ноября 1991 года. Это решение, которое было принято, это постановление правительства, принято Гайдаром, которое остановило экспорт нефти из страны и которое, собственно, усугубило развивавшийся тогда валютный кризис. То есть много было написано и сказано про валютный кризис. С конца 1991 года он действительно имел место, но главный элемент этого кризиса – это полная остановка нефти с территории России. В результате чего моментально пересохли ручки валютных поступлений в страну, прежде всего, потому что был запрет на выдачу квоты лицензий за исключением индивидуальных разрешений по индивидуальным разрешениям Гайдара. И это, собственно, привело к валютной катастрофе конца 1991 года. Одним из этих последствий стало банкротство внешнеэкономы банка 9 декабря 1991 года, когда он прекратил обслуживать свои платежи. А если говорить об исключениях, которые давались, одно из хорошо известных исключений – это то, что расследовала Марина Евгеньевна Салье, у нас здесь писали в 1992 году, и потом она публиковала эти материалы, они сейчас выложены на сети. Это исключительное разрешение в нарушение постановления собственного правительства. Это когда Гайдар подписал лицензии на 150 тысяч тонн, на экспорт 150 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов и на большое количество редких, редкоземельных металлов, которые были выданы руководителю комитета внешних связей города Петербурга Владимиру Путину, и которые были реализованы тогда мало как кем известным трейдером предприятием Кириши нефтиорг Синтез Геннадием Тимченко. Когда расследование этой акции началось, то Путин и Собчак обратились к Гайдару за защитой, и Гайдар немедленно на следующий день написал соответствующее письмо, которым останавливало это расследование руководитель Петербургской таможни, который пытался противодействовать этим незаконным действиям, был уволен, руководитель Питерского подразделения комитета по внешнеэкономическим связям Пахомов, который также пытался соблюдать исполнение законов, здесь также был уволен. Те, кто имел отношение к незаконному экспорту этих материалов с территории страны, остались, как вы знаете, где они остались и что после этого произошло. Ну и вот по данным комиссии Салье, значит, продовольствие если поступило, то в незначительном количестве, а огромное количество средств исчезло. Далее, значит, ну вот исключение хлеба, зерна, нефти из списка товаров, цены на которые подлежат либерализации, противодействие принятию указа в свободе торговли в 1991 году, потом попытка выхолостить его смысл в июле 1992 года, существенное ограничение его действия. Далее, отказ от введения национальной валюты. Это очень интересное явление, потому что в рамках той программы, которая разрабатывалась, в частности, Московской и Градской группы экономистов, к которой я тоже имел отношение, мы, когда разрабатывали тогда, вот это конец 80-х, начало 90-х годов, естественно, разрабатывались меры, которые необходимо предпринять. Одним из первых решений было решение о введении национальной валюты. Более того, в 1991 году я провел несколько месяцев в институте ЯСА, такой институт прикладного системного анализа в пригороде Винной, Лаксенбурге, где прошло несколько семинаров, в том числе, по тому, как проводить самые первые меры по экономическому реформированию. И это место, почему я специально называю это, место удачное, потому что там существовало достаточно большое количество литературы, рассказывавшей, объяснявшей необходимость введения национальной валюты после распада Астровенгерской империи в 1918 году. И как раз рассматривались неудачные случаи отказа от введения национальной валюты в Австрии и в Венгрии, как бы так сказать, в основных частях Австро-Венгерской империи, и успех чешского, тогда чехсловацкого министра финансов Разина, который, собственно, свою программу финансовой стабилизации в Чехловакии начал с введения национальной валюты Кроны, которая потом стала просто как бы таким классическим учебниковым примером того, как это надо делать, вот, и программа оказалась исключительно успешной, что, собственно, заложило фундамент бурного экономического роста в Чехловакии, и благодаря чему Чехловакия в межвоенный период была одним из, знаете, более успешных государств Центральной Европы, а может быть и всей Европы. Это мы детально обсуждали, обсуждали плюсы, минусы и так далее. То есть, вот, по состоянию на осень 1991 года, вот, можно сказать, любого из членов команды разбуди и спроси, что нужно делать, и там, среди первых, там, может быть, пяти действий, которые нужно делать, будет введение национальной валюты. Более того, Петр Авен, который работал в Ясе тогда же, и который был приглашен Гайдаром на пост руководителя комитета внешнеэкономических связей России, и потом министра, собственно, ехал в том числе и с планом введения национальной валюты. И даже еще в ноябре 1991 года, я просто помню эти обсуждения в российском правительстве, это восприняло как совершенно естественным образом. Даже достаточно посмотреть Альберскую декларацию, которую мы подписывали в сентябре 1991 года, там тоже один из пунктов введения национальной валюты. Значит, когда люди пришли, вот, когда Гайдар пришел к власти, значит, первым шагом был сделан отказ от введения в национальные валюты. И, собственно, это и предупредило, в том числе, наряду рядом других действий, тот уровень инфляции, тот уровень гиперинфляции, который мы имели в 1992 году. Потому что российский рынок не был отрезан от интервенции, денежной интервенции со стороны республик, постсоветских республик. Гайдар много говорил о том, как вот эта денежная интервенция повлияла на срыв финансовой стабилизации, чему только не говорил, что автором отказа от национальной валюты был личный он. Вот. И национальная валюта была обведена уже только с 1 июля, не с 1 июля, не с 1, с 3 июля 1993 года. И как не покажется, опять-таки, иронии судьбы Виктором Гераченко. Значит, далее. Проведение взаимозачета, сопровождавшегося массированной кредитной эмиссией. Значит, в отличие от мифа, который был распространен буквально же летом 1992 года, автором идеи взаимозачета, не только идеи, автором целого ряда постановлений правительства, совместных постановлений правительства и Верховного Совета России еще в мае 1992 года, за два месяца до прихода Гераченко в Центральный банк был Егор Тимуревич Гайдар. Когда же в августе 1992 года этот взаимозачет стал проводиться, и очень многие члены команды стали выступать просто публично с тем, чтобы значит, как-то это остановить, вот этот самый вал денежной эмиссии и инфляции, я лично просто вот приходил к Гайдару, когда у него там находился Чубасик, как раз вот говорил по этому поводу, значит, что у нас происходит взаимозачетом, и что происходит с Гераченко, на что оба товарища, и Егора Гайдара, и Анатольевича Бай сказали мне, что это все делается по их согласию, по их разрешению, по их инициативе, они и Гераченко выполняют их поручения. Вот дословно говорю, наш разговор, который состоялся в начале августа 1992 года. Дальше, поскольку уже говорю про Виктора Гераченко, то, значит, вот интенсивное лоббирование на пост руководителя Центрального банка самого Гераченко, что началось еще в самом начале ноября 1991 года, еще до назначения всех членов так называемой команды. Значит, самая первая попытка назначить Гераченко на пост руководителя Центрального банка была предпринята еще даже до 15 ноября, потому что 15 ноября было первое заседание правительства в здании на Старой площади, а эта первая попытка была сделана, когда еще правительство российское сидело в здании на строительном комитете на Новом Арбате. Об этом вот мне рассказал и сам Гераченко и Геннадий Бурбулес. Вот подробно в лицах рассказывали, как Гайдар пригласил, значит, Бурбулеса, из Бурбулеса, значит, пригласили Гераченко и, значит, Гайдар предлагал вот назначить Гераченко на пост руководителя Центрального банка за, соответственно, сколько, за 9 месяцев до того момента, как Гераченко был назначен на этот пост. И, конечно, вот та, как бы сказать, история, которую потом он изложил в мемуарах, является полностью фальсифицированной, значит, о том, что якобы там Геркомный совет назначал. Гераченко, значит, Бурбулатов противился назначению Гераченко, по его словам, говорит, он отбил 4 атаки со стороны Гайдара и Ельцина, который был, значит, действовал от имени Гайдара по назначению Гераченко. Только, когда уже пятый раз, значит, Ельцин стал у меня просить назначить Гераченко, я сказал, ну, я не могу больше уже противодействовать, хотя, там, еще в ноябре-декабре 91-го года, когда Гайдар приходил к нему с предложением Гераченко, сказал, говорит, слушайте, ну, вы же либерал, ну, куда вы тащите этого красного банкира, он же уволит совсем другие взгляды мироздания, почему вы это делаете? На что Егор Тимурыч улыбался, но продолжал лоббировать Гераченко. Далее, пересмотр решения Генерального штаба вооруженных сил Советского Союза октября 91-го года о закрытии разведывательного радиоэлектронного центра Лурдис на Кубе. Значит, в октябре такое решение было принято, и более того, в этом решении, значит, Генштаб вооруженных сил СССР информировал, значит, Пентагон о том, что мы закрываем этот самый Лурдис, вот, а в конце декабря 91-го года, когда пришло новое правительство, точнее, пришел новый вице-премьер, 27-го декабря он подписал соответствующее распоряжение, с помощью которого там закрытые там, с помощью такой спецоперации обмена нефти и нефтепродуктов на сахар, вот, в размере, потом поправленный, в размере 200 миллионов долларов, был профинансирован этот самый центр. Вот, все расходы федерального правительства России в январе 92-го года составили 148 миллионов долларов, то есть, один день от расхода превышали месячные расходы федерального бюджета. Все, начиная социальные, образование, здравоохранение, армия, администрация, все, что угодно. Далее, отмена перехода на рыночные цены и отношения с Кубой. Значит, правительство Горбачева-Рыжкова в начале, нет, Горбачева-Павлова в начале 91-го года отказалось от преференциальных отношений с Кубой, бартерных контактов, административных цен и перешло на рыночные отношения. Все эти решения год спустя, в январе 92-го года, были отменены Гайдаром и были восстановлены отношения, которые были характерны для отношений между СССР и Кубой в предшествующие несколько десятилетий. Несколько распоряжений по выведению валюты из России на неизвестные цели. Признаюсь честно, по некоторым решениям до сих пор непонятно, куда это ушли. Просто есть решения на экспорт, прежде всего, топливно-энергетических товаров с разрешением зачислить полученные средства на счета, находящиеся за рубежом, без требования поступления этих средств на территорию страны, или зачисления на счета российских банков и так далее. Причем при освобождении этих поступлений от таможенных пошлин налогов и так далее. Использование первого кредита МВФ в размере миллиарда долларов для спасения от банкротства Евробанка, банк, который в течение почти семидесятилетий являлся крышей для советских разведывательных операций в Европе и находился зарегистрирован в Париже. Увеличение государственных расходов и дефицита бюджета, я об этом довольно много писал и говорил, это известно. Массируемые кредиты в кредитовании АПК и ВПК, развязывание новой российской инфляции, отказ от погашения внутреннего долга индексации или иных способов сохранения сбережений граждан в Сбербанке. Отдельный такой, для меня как экономист очень болезненный, не только для меня, для историков, наверное. Запрет на подготовку отчета Министерства финансов СССР или России, тогда совместного, за 91-й год, лишившие возможности подвести официальные финансовые итоги существования СССР и получить более или менее корректное представление о балансе его активов и пассивов на момент его распуска. К сожалению, так до сих пор это дело не сделано. Есть разные работы, посвященные оценкам того, с чем закончилось свое существование Советский Союз, какие были долги, какие были активы, какие пассивы, кто кому должен, но формальные операции подвинения итогов она так и не была сделана, хотя для этого требовалась работа стандартной аналитической группы в течение двух недель, там через 10, в течение двух недель, собственно, за их собственную зарплату, но на это было запрещено делать. Дальше, отказ от обращения за экономической помощью к Западу. Как вы помните, тогда очень много говорилось о том, что для России Запад рассматривает возможность принятия такого некого плана маршала с значительной помощью, там назывались разные цифры, там 20 миллиардов долларов, 40 миллиардов долларов и так далее. Как выяснилось по документам, и сам Гайдар об этом говоришь, вот Гайдар, Запад нам не дал. Как выяснилось, Запад просил только одного, дайте нам официальный запрос. Этот запрос должен был поступить от российского правительства. Российское правительство к этому этот опрос никогда не сделало. Значит, к этому надо сказать, что также не соответствует действительности частного возможно установления, которое вы слышали о том, что Россия не получала кредитов от Запада в 91-м, 92-м году. Это не соответствует действительности. Ведь только в 92-м году Россия получила кредитов, внешних кредитов на сумму 13 миллиардов долларов. Это получило российское правительство. При сравнении доходов федерального бюджета в 10 миллиардов долларов, 13 миллиардов долларов было получено из нее. То есть это говорит о том, какого было соотношение источников для государственных расходов 92-го года. Это а. не соответствует действительности. Б. Это говорит о том, что действительно получали, но это увеличение внешнего долга страны на соответствующую сумму. Наконец, последнее, из-за того, что это не полный, конечно, список, но полный невозможно назвать. Это осуществление приватизации в интересах номенклатуры и спецслужб, чему посвящена специальная статья Гайдара, которая до недавнего времени существовала на русском языке. Она существовала только на английском языке. Она называется «Российская реформа». Была опубликована на английском языке в 95-м году. По сути дела, это излаждание лекций, с которой Гайдар выступил в 93-м году в Лондонской школе экономики. И до недавнего времени она просто была неизвестна. Она была опубликована лишь, по-моему, несколько месяцев тому назад в первом томе собрания сечения Гайдара, перевод сделан Леонидом Сидоровичем Лопатниковым, в которой достаточно откровенная статья, Гайдар рассказывает о том, что приватизацию, которую они проводили в 92-м году, была сделана не по тем целям, о которых многие из нас думали, некоторые из нас писали, и мы верили в это, что это для создания нового слоя эффективной экономики. Я вам скажу совершенно четко и откровенно. приватизация проводилась для того, чтобы получить политическую поддержку вот этого правительства, и приватизация осуществовалась словами Чубаффи, тем, кто стоял рядом, словами Гайдара, значит, вот, красным директорам, представителям номенклатуры, представителям спецслужб. Значит, это вторая часть, то, что было сделано в экономической части. Здесь же, пожалуй, важную вещь следует обратить внимание, которая ко мне пришла относительно совсем недавно. Я столкнулся вот с какой картиной. Если сравнить, вот, что говорилось, что делал Гайдар, вот, в течение некоторого периода времени, то обнаруживаются удивительные, но очень ясные, яркие переходы. Если посмотреть, что говорил он до 6 ноября 1991 года, то есть до момента назначения в российское правительство, то практически со всем, что он тогда говорил, можно согласиться. По крайней мере, я соглашусь. И более того, не только соглашусь, а подпишусь. И скажу, что, например, многие статьи его 88-го и 91-го года являются просто образцом блестящей экономической публицистики, которая заслуживает изучения, публикации, распространения и сейчас. Действительно, очень хорошие статьи. Действительно, очень серьезные, разумные, рассказывающие о развитии бюджетного кризиса в Советском Союзе, в советской экономике и о мерах, которые необходимо предпринять для того, чтобы вот эту разворачивающуюся бюджетную катастрофу восстановить. Это в статье, опубликованной и в журнале «Коммунисты», и в газете «Правда», и в некоторых других местах. Это действительно замечательная вещь. Интересно, что в последнее время ни институт Гайдара, ни фонд Гайдара, ни сам Гайдар еще при своей жизни практически не ссылался на эти статьи, не использовал их, не распространял их. И, по-моему, даже в фонде Гайдара вывешено огромное количество разных документов, но не эти статьи. Они как бы забыты, и как бы даже вот такой, как бы сказать, поздний Гайдар и поздний Гайдаровцы предпочитают не вспоминать об этом, о раннем Гайдаре. Затем второй период, период с 6 ноября 1991 года по, видимо, 1994 год, когда действия Гайдара в рамках, вот, будучи, когда он был руководителем российского правительства или руководителем экономической части правительства, практически по всем этим направлениям совершенно очевидным образом противоречили тому, о чем он писал до 6 ноября 1991 года. То есть там он пишет, говорит, необходимо делать финансовую стабилизацию. Действия по раскручиванию финансовой дестабилизации. Там он пишет до 6 ноября необходимо ограничить бюджетный дефицит, ликвидировать. На посту увеличение бюджетного дефицита и так далее. Значит, вот я уже упоминал, значит, до 6 ноября 1991 года введение национальной валюты. Получает пост отказ от введения национальной валюты. Ну и так далее, и так далее. Я сейчас уже весь этот список не буду приводить. Я там составлял список более 20 пунктов, которые отличаются радикальнейшим образом. Что говорилось до 6 ноября 1991 года и что делалось после этого. Наконец, после того, как вот в 1994 году Гайдар ушел и во второй раз уже покинул правительство, и там через некоторое время его публикации более позднего времени, пусть не в такой форме, не в такой яркой, не в такой четкой и ясной, но происходит возвращение к тому, что говорилось до 6 ноября 1991 года. То есть, да, финансовая стабилизация нужна. Да, сокращение бюджетного дефицита нужно. Да, нужно ограничение государственных расходов. Да, надо было вводить единый унифицированный валютный курс. Да, надо было вводить национальную валюту. Все это говорится, только не упоминается, что именно это не было сделано Гайдаром во время его руководства, вот, нахождения во власти. И тогда вот возникает очень серьезный вопрос, и этот вопрос, я надеюсь, в том числе и для нашего обсуждения здесь, как это можно объяснить? То есть, вот, и я об этом говорил, и многие другие люди задаются этим вопросом. Значит, вообще, как можно объяснить действия Гайдара? И там предлагают по меньшей мере три версии. Первая версия такая, так сказать, низкий уровень экономического образования. Ну, есть такие, значит, там. Есть, так сказать, большое там политическое давление со стороны, не знаю, там, коммунистов, аграриев, Верховного Совета, Хасбулатова, там, Ельцина, кого угодно. И третье, личное мировоззрение, так сказать, его собственные взгляды. Значит, вот, когда, ну, что касается первого соображения, так сказать, там, низкий уровень образования, я прямо скажу, значит, у меня есть очень серьезная проблема с этой интерпретацией, потому что возникает вопрос, а кто же писал тогда эти статьи 88-91-го годов? Никто сам Гайдар. Это, еще раз повторю, это очень хорошая статья, даже вот с высоты нашего современного дня. Это хорошая статья, объясняющая, что происходило тогда в Советском Союзе. И тогда возникает вопрос, что произошло, почему человек, который писал, блестяще писал, причем тогда, когда немногие об этом писали и говорили, правильные вещи, затем проводил политику прямо противоположную тому, о чем он только что писал, наконец он уходит из правительства и возвращается к тому, о чем он писал до того. Но мы, я надеюсь, к этому и вернемся, это будет нам всегда. Значит, я смотрю, что я уже сильно занимаю время, да? Я думаю, что ничего страшного. Я тогда буквально, значит, тогда совсем буквально тезисным образом тогда затрону, но другие темы уже детально обсуждать не буду. Значит, что сделано вот в политическом, в таком политической сфере? Значит, тут обращает на себя внимание вот что. До 20 августа 1991 года ни в одном произведении Гайдара, ни в публикации, ни в научной, ни в публицистической, ни в какой другой не присутствует слово «демократ», «демократия», «демократические силы». Слов с корнем «демократ» вообще нет. Ни в каких воспоминаниях, в том числе и вот там «Дни поражения и побед», никакие контакты с демократами, демократическими силами и межрегиональной депутатской группы вообще не упоминаются. Я специально разговаривал со всеми руководителями, ну, кто сейчас жив, там, Юрием Николаевичем Афанасьевым, Гавриил Фактонович Поповым, другими людьми, кто работал тогда в МДГ, вот, на, избранные были тогда на первом съезде депутатов, народных депутатов СССР, и с депутатами, вот, с избранными на съезд народных депутатов России в 90-м году. Были ли какие-либо контакты с Гайдаром? Были сказали, ответ один – нет, не было, никто не знал, ничего, вообще ничего не было. Зато, с другой стороны, выяснилось, что депутаты, народные депутаты Советского Союза от группы «Союз», я надеюсь, еще помнят, вот, была такая группа «Союз», такая, что? «Союз», такой вот, Виктор Аукснис, вот она, яркий, Руссов. Они очень хорошо помнят Егора Тимуровича Гайдара, потому что он многократно приходил в группу «Союз», предлагал свои экономические разработки и предлагал, собственно говоря, и выступал с предложениями, которые были им близки, они это поддерживали, в качестве экономической программы группы «Союз». До 20 августа 1991 года, поскольку Гайдар был ярким человеком, интересным таким, вот, интересные статьи писал, к нему обращались с предложениями о сотрудничестве, о работе. Ельцин несколько раз, Попов, Явлинский, Борис Федоров, и для разработки экономических программ в рамках России, в рамках Москвы и так далее. На все эти предложения Гайдар дал сразу же жесткий и однозначный ответ. Он с этим работать, с ними работать не хотел. Зато он плотно работал с премьером советским еще Николаем Тихоновым до 1985 года, с Рыжковым, с Павлом, с Горбачевым. Те, кто видел статью его, опубликованную в «Московских новостях» 1989 года, ну, там просто видно с текстом, на как он полемизируется Александром Некричем, известным историком, который уехал на Запад. Известный автор книги, значит, вот, 60-х годов, одна из первых книг об истории Второй мировой войны. Вот, там видно просто эмоциональное, личное отношение к человеку с таким бэкграундом. Вот, значит, Гайдар активно принимал участие вот на этих сонках в там памятной войне между союзными и российскими органами власти 90-91 годов на стороне союзных властей. Собственно, где, собственно говоря, и оформился его союз с Виктором Владимировичем Герасченко, где они были по одну сторону баррикад, а Ельцин, соответственно, Явлинский, Матюхин, руководители Российского Центрального Банка Харбулатов, на другой стороне баррикад. И, конечно, когда он оказался уже в российской власти, то, собственно говоря, некоторые действия его можно, конечно, интерпретировать, значит, в терминах реванша по отношению к своим недавним политическим противникам. Вот. Дальше, значит, вот если говорить уже о том, что произошло после этого, формирование, конечно, значит, демократического движения, попытка, значит, формирования демократического выбора России, с помощью которого, по сути дела, взялась такая зонтичная структура, которая контролирует демократическое движение, и затем манипулированием и его разгром, о котором, я уже сейчас не буду говорить, мне довольно подробно рассказывал Галина Васильевна Старовойтова и Сергей Николаевич Юшенков о том, что было сделано тогда изнутри, но по поводу чего они не знали, как с этим бороться, вот, но изнутри это, конечно, вот, все это выглядело совершенно отвратительно. Но плюс этого активное участие в антиамериканских кампаниях, в частности, по противоракетной оборонке, значит, хорошо известно, это было сделано по личной просьбе Владимира Владимировича Путина, вот, он активно участвовал в этом. Активное участие в антигрузинской кампании в 2008 году, сразу же после войны против Грузии, значит, тесная, очень нежная дружба с Падмой Десаей, может быть, не все знают фамилию этого, этой известной или этого известного профессора Колумбийского университета, в течение десятилетий, хорошо известно, как одного из самых известных советских агентов влияния в Соединенных Штатах Америки. Дружба такова, что на день рождения Падмой Десае в 2007 году Егор Кимурович посчитал необходимым полететь и, так сказать, отмечать это дело. Книга «Смуты института» – замечательный документ, это уже такой интеллектуальный, это объяснение того, насколько необходимо насилие по применению насилия со стороны власти по отношению к народу, по отношению к гражданам, насколько необходимо иметь последний полк, готовый стрелять против народа. Ну, в общем, тот, кто читал эту книгу, тот видел, наверное, десятки упоминаний того, как необходимо власти иметь полк, у которого не заржавеют патроны, у которого хватит глицерина для пулеметов, ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, результат – это дискредитация, то есть разгром демократического движения, дискредитация либерализма. Третий раздел, значит, мы говорили про экономику, значит, про политические вещи. Теперь, что касается истории, идеологии, вот тех текстов, которые были написаны Гайдаром в основном в его последний период. Жизни, хотя кое-что было внесено и до того. Значит, здесь есть несколько концепций, я буду тоже только называть, потому что времени сейчас уже, к сожалению, подробно об этом говорить нет, но назову. Концепция, так называемая голода, угроза голода в нашей стране, там, в 1991-м или в начале 1992-го года, это фальшивка. Сейчас, после вот обследования этих документов, сотен и тысяч документов, это совершенно резкостная фальшивка. Значит, на 1 января 1992-го года запасы, не запасы, просто наличное зерно в России, не считая стратегических запасов зерна, составляло 50 миллионов тонн. Этого зерна достаточно для питания всей нашей страны в течение нескольких лет. Это то, что потом Чубайс рассказывал, как там у них там в марте или в апреле, как там появилась зеленая травинка. Значит, и тут как бы мы поняли, что, значит, мы там дожили до весны, значит, там что-то можно посадить и так далее. Запасы были 50 миллионов тонн, стратегически запасы зерна не были раскрыты. Ей действительно были перебои, на полках магазинов не было хлеба и зерна, это действительно правда. Почему? Потому что цены на зерной хлеб не были либерализованы. То, что Гайдар многократно рассказывал, что если вы либерализуете цены, то тогда спрос приходит, значит, вот встречается с предложением, и тогда по новой, как бы, цене можно купить. Вот именно это не было сделано, полки оставались пустыми, фотографии очередей января 92-го года за хлебом, в том числе у нас в Питере, фонд Гайдара посчитал необходим разместить на своей странице. Видимо, не знаю, из чем они исходили, но, тем не менее, это убедительное подтверждение того, что экономика работает, и если ты не размораживаешь цены, не освобождаешь цены, то ты получаешь дефицит, ты получаешь очереди, и ты получаешь социально-политическое недовольство той властью, которая находится в данный момент. Собственно, Гайдар довольно подробно об этом говорил, что лучший способ подвергнуть власть политической дестабилизации – это не дать ему хлеба и зерна. И это он подробно рассказал, например, Великой Французской революции конца 18 века, Евральской революции 17-го года, значит, там, Совет Гражданской войны в нашей стране и событий 90-го, 91-го годов в нашей стране. Так что в этом смысле это очень показательно. Дальше, концепция зерновой зависимости СССР со всеми продажами золота, заимствованиями и так далее – это фальшивка. Сейчас она разобрана. Есть Мария Говорова, которая этим разбирается. Фантастический разбор просто по положениям книги «Гибель империи», в которой обнаружено сотни фальсификаций, фактических фальсификаций. Концепция нефтяной зависимости – я немножко там об этом писал, неспостоянно, как и другие авторы – фальшивка. Концепция долговой зависимости – фальшивка. Концепция отсутствия валютных резервов – фальшивка. Концепция краха СССР – фальшивка. Концепция, которая сводит к главным причинам кризисов в нашей стране 89-го, 91-го годов, 98-го годов, 2008-го, 2009-го годов. Главная причина – это внешние. В основном фальшивка. Концепция падения нефтяных цен в 85-86-м годах, как там действия Саудовской Аравии, там падение цен в 6 раз, в 4 раза – фальшивка. Концепция разрушения СССР в виде осуществления операции ЦРУ против СССР по книге Швейцера в английском варианте «Виктория» у нас опубликована под названием «Стратегия развала СССР». Это фальшивка. Концепция краха Испанской империи в 17-м веке, концепция, изначально написанная Владимиром Мао, затем заимствованная Гайдаром в его книгу «Гибель империи», многократно воспроизведенная фальшивка. Тоже про это написано. В целом, конечно, это достаточно успешная примитивизация и профанация такой вот истории страны, конечно, до уровня такого детского сада. Но тут же надо отметить, объективно отметить, что вот эти все эти концепции, несмотря на то, что они абсолютно необоснованы, они имели исключительный успех по распространению и закреплению сознания российских граждан. Если вот так вот просто провести там опрос или спросить, значит, почему рухнул Советский Союз, значит, какова роль там нефти, падение цен на них, доходов, зерновой зависимости, подавляющее большинство образованных, интеллигентных граждан, скажем так, в широком смысле от слова, либерально настроенных людей воспроизведут в том или ином виде концепцию Гайдара, которая была распространена вот за последнее время. Из этой точки зрения надо признать, успех вот этой концепции, вот этой компании беспрецедентный. И тут надо отдать должное автору, который, вне всякого сомнения, талантливый, творческий человек, который добился невероятных результатов. Значит, ну, эту часть я пока, что сделан за себя, института, и оставим. Значит, и встает самый главный вопрос. Вот как вот это все можно объяснить? Значит, у меня здесь есть несколько тезисов, как это можно объяснить, да? Но я для сохранения некоторой интриги я сейчас это говорить не буду. Давайте лучше мы начнем с того, что вы объявили, с вопросов, комментариев наших коллег с обсуждения. Если к этому возникнет, значит, интерес, то мы к этому вернемся. Вы хотите на финал, на десерт, или в какой-то... На десерт. Отлично. Дорогие друзья, мы тогда будем считать, что первую часть доклада сегодняшней встречи мы завершили. Давайте тогда вопросы, потом уже выступление. Тогда поднимайте руки, я буду модерировать ваши вопросы. Хорошо, Павел, пожалуйста. Вы можете спросить такие гайдары, а они где-нибудь лежат вообще в этой медиа? Что? Такие гайдары в коммунистии правды. Да, лежат. Лежат, они опубликованы, они сейчас на разных сайтах там лежат. Вот. Ну, я не знаю, я просто вот там скачал, они есть... В собрание сочинений выходит, да? В собрание сочинений, сейчас вышло уже два тома. Нет, ну, они, видимо, все будут опубликованы со временем, да. Собранные работы имеют. Ну, должны быть, наверное, должны быть. Нет, это все будет. Но просто там не каждый будет покупать эти собрания сочинений, там каждый том по тысяче рублей. Это, в общем, не для каждого такое удовольствие. Что? Я на антресолик. На антресолик. Вот, но если вот вы мне там напишите, я там просто ссылки дам, так даленькие, вот, если вас это интересует, то, конечно, да. Окей, тогда еще вопросы. И, может быть, даже сделаю специальный пост, потому что, на самом деле, вот в рамках этой дискуссии, говорит, все ли плохо было в Гайдаре. Я специально тогда вот, Павел, вот, помятую ваш вопрос, сделаю пост, что мне нравится. Мне нравятся ранние статьи Гайдара. Окей, так, пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо за доклад. У меня короткий вопрос, но то, что называется, скатинь, более, по большому счету, то, что когда проводятся некоторые оценки, события, деятели, всегда очень важен размер масштабирования, да, масштаб который. И в этом смысле можно сказать, что вот вы превзошли сегодня, например, Путина. Он сделал что? Послание он зачитал в день конституции, да? Пресс-конференцию провел день рождения своей любимой, так сказать, организации ВЧК. А Андрей Ларерон зачитал в институте Хаеков день, на который был назначен конец света, да? И вот если мы... Да мы специально выбирали с Паума, именно этот день. Вы догадались. Я просто к тому, что можно и такое провести аналогию. А вопрос у меня такой. Активные сторонники ближайшие гайдара говорят, что тогда были реформы, да? Они были нужны. И на знаменах этого движения было написано, что свобода, демократия, рынок, гражданское общество, право. Теперь прошло время и мы видим, что ни свободы, ни права ничего нет. Ну, в том понимании, которое есть. Исходя из этого, можно ли назвать вот это все эти мероприятия, или все эти акции реформы? Значит, по поводу того, что было написано на знаменах. У разных людей, у разных сил, на знаменах было написано разное. Вот у группы «Союз» там было другое написано. Просто надо отдавать себе отчет. Значит, если посмотреть вот на работы гайдара, на его выступления, и того периода, кстати говоря, более позднего времени, почти все, с некоторым исключением потом, там на знаменах был написан рынок. Там нет слов в свободу. Там нет слов в демократии. Первый раз слово «демократия» появляется, когда она пишет 20 августа 1991 года, или там, 19 августа 1991 года, когда она говорит, что вот там начать куч случился. И тогда мы пишем там, вот он рассказывает, как мы собрались в институте экономической политики, там, экономический, который стал потом экономическим проблемам переходного периода, который сейчас носит название, институт Гайдара говорит, и мы пишем документ и направляем в демократические газеты. Кстати говоря, это тоже очень показательно. То есть, как бы отделение, это не наши газеты, другие чьи-то какие-то там демократические. Мы никогда с этим не имели дела. Это впервые появление вообще, так сказать, демократов, демократических сил. С этим никакого отношения нет. Там нет разговора про право. Наоборот, все, что делалось непосредственно им, и, так сказать, тогда вот правительством, с коллегой Чубайсом, и так далее, не имеет никакого отношения к праву. Это совершенно откровенное, циничное издевательство над элементарным правом, даже советским правом, по тем меркам. Это уже потом, гораздо позже, вот в 2000-х годах, даже в конце 2000-х годов, начали говорить, да, вот нужна там правовая система, там гражданское общество, и так далее. Кстати, слово «свобода» так и не появляется. А если, например, посмотреть, я не к тому, чтобы там защищать Явлинского, но вот я просто специально там перечитал уже свежим взглядом его программу 500 дней, а мы 400 дней, и так далее, они начинают просто с главы. Главная задача – свободное общество, создание системы свободного предпринимательства, создание равных прав для экономических субъектов, создание правовой системы, и так далее. Я, честно говоря, я признаюсь, я тогда как бы на это так не обращал внимания, в этом смысле, как бы у меня есть свой, так сказать, вина в том, что, по крайней мере, тогда я не обращал на это достаточно внимания. Но вот видно, насколько принципиально разные подходы. Видно, что Явлинского тогда еще, собственно говоря, это 89-90-е годы, когда он пишет эти вещи, там первая глава говорится именно с этого, со свободой и с правой. И потом дальше он начинается. А дальше мы будем делать там экономические реформы, такие-сякие и так далее. Значит, не в работах Гайдара, и я, в общем, достаточно хорошо помню как бы наши семинары, вот на семинарах синтеза о свободе, демократии мы говорили, по-разному. И, естественно, о рынке говорили. А вот на семинарах Института экономической политики с Гайдаром про это разговора не было. Про рынок говорили. Собственно говоря, это отражает как бы очень важную часть мировоззрения. Задача его заключалась в том, это, кстати, позиция была в значительной части такой продвинутой советской номенклатуры, такой государственной номенклатуры, номенклатуры спецслужб, маркетизировать советскую систему, отказаться от наиболее одиозных идеологических элементов, связанных там с коммунизмом, с коммунистической партией, там с каким-то полосковым. Да, вот этот мусор, эту шелуху надо убирать, но надо сохранять вот эту государственную систему и подвергнуть ее рыночнизации, маркетизации и монетизации. И если действительно посмотреть на то, что делось, именно это и делось, сохранение вот той самой государственной системы и включение ее в рыночный оборот и внутри страны, и, так сказать, в мировой системе. Так что, с этой точки зрения, если вы посмотрите, вот там его все работают, говорит, наша задача рыночной реформы. Там никогда не говорилось наша задача создать свободное общество и наша задача создать демократическое общество. Все, что касалось там съезда народных депутатов Верховного Совета, это ни в коем мере, никакая там демократия, там это ни одно слово там с депутатом Верховного Совета съезда народных депутатов не упоминается даже в нейтральном включении, говоря уж позитивном. Это, так сказать, пренебрежительное издевательское отношение. Я не говорю, что они ангелы. Вообще, это высший орган законодательной власти страны, а правительство это исполнительная власть. И, в принципе, исполнительная власть назначается законодательной властью, ну, как бы, по крайней мере, в свободных обществах, не наоборот. Но там просто демонстративная, вот как вот, демонстрация того, какое представление у него о соотношении исполнительной законодательной власти. Так что, я бы такое бы внес. коррективу в то, что было написано на знаменах. Это просто показывает вам, что на самом деле, каким было мировоззрение. Было мировоззрение создать рынок для них. Лучшую формулировку для этого дал Сергей Кугушев, один из участников наших семинаров Московской-Ленинградской группы. И одно время очень близкий человек к Гайдару, и, так сказать, там говорил с другом, и так далее. вот так вот по некоторым... Значит, он тогда сформулировал это в своей статье в интервью в «Комсомольской правде» в начале 91-го года. Говорит, наша задача, формулирован, это союз, сейчас попробую воспроизводить максимально близко к тексту. В общем, союз патриотической номенклатуры и продвинутых спецслужб. Вот. Что-то близко к этой формулировке. И, значит, для проведения рынка, для осуществления рыночных реформ, для, значит, создания рынка в нашей стране нужна исключительно сильная политическая власть, которой в наших условиях не может быть ничто другое, кроме как союза патриотической номенклатуры и продвинутых спецслужб. Вот что-то вот такая вот идея. И именно вот эта вот концепция, она и действительно была реализована. — Так, ничего, кто еще хочет задать вопрос, поднимайте. Подолжение, подолжение. Андрей, хорошо? Пожалуйста. — Подробнее, можно, правило, время за счет, когда кто-то сейчас постоянно возвращается? Допустим, Герашенко не пришел. Мартик не выстраивался с проблемой? с кризисами по чужению. Как вы могли задаться с собой? — Значит, я сейчас бы не хотел обсуждать, получилось бы, не получилось бы, кто бы что бы сделал. Это серьезный вопрос, это будет прибыль большого разговора. в данном случае, в данном случае, я не знаю, я не профессиональный, что ли, ни в коей мере, но мне важно было понять, кто был инициатором проведения взаимодчета в 1992 году. Значит, первый документ, это совместное постановление Российского правительства и Верховного Совета Российской Федерации, вышедшее в мае 1992 года, сейчас не помню, какого числа, значит, подписанное со стороны Российского правительства Егором Гайдаром, со стороны Верховного Совета Сергеем Филатовым, он тогда был первым заместителем руководителя Верховного Совета, в котором формулируется необходимость проведения взаимозачета. Затем было несколько еще документов правительства, подписанных Гайдаром по проведению взаимозачета уже отдельно им. Затем был выпущен указ президента Ельца на проведение взаимозачета, если не память, извините, по-моему, 3 июля 92-го года. Герасченко еще нет в Центральном банке. Герасченко был утвержден ИО руководителя Центрального банка, если не память, извините, 17 июля 92-го года. То есть, все основные документы по проведению взаимозачета были приняты, выпущены до прихода Герасченко в Центральный банк. И более того, там вот Хасбулат вспоминал, я его проинтеррировал, ирвюировал, я, честно говоря, взял интервью целого ряда людей, вот, потому что там некоторые вещи как бы мне вызывали сомнения, как это происходит, и когда люди там с другой стороны, там показывается, что вся история была совсем другой, не той, какая описана Гайдаром в его книжке «Дни поражения и победы» «Дни поражения и победы». Там все было по-другому. И, собственно говоря, там вот и рассказывается, что потом вот пришел дат, и когда Герасченко, значит, в июле Хасбулата вынужден был уступить давлению со стороны Ельцина, он говорит, передо мной стояла проблема, как провести Герасченко в Верховном Совете, потому что Верховный Совет 92-го года это еще, значит, вообще демократические, там как бы все демократические мотивы, а Герасченко человек Советского Союза, то есть главный банкир СССР, и, значит, там просто все смотрели на него волком, и говорит, что в июле 92-го года Герасченко, в принципе, не мог быть утвержден Верховным Советом, поэтому я, говорит, взял на грех на душу, я его провел решением признему Верховного Совета, и поэтому, поскольку это был только признему Верховного Совета, это, я не мог его утвердить, был только исполняющим обязанности, и только уже к концу 92-го года, когда уже, значит, там была полыхала гиперинфляция, когда уже, так сказать, возникло и очень усилилось раздражение двух сторон, двух ветвей власти, депутатов с одной стороны, правительства с другой стороны, когда уже было такая вот, уже переход такой к холодной гражданской войне, которая потом вылезла в горячую, только в этих обстоятельствах в декабре, по-моему, 92-го года Герашенко был утвержден Верховным Советом в качестве полноценного руководителя Центрального Банка. Так, следующее. Да, пожалуйста, Андрей Павлович. Ну, вот такой будет вопрос. Андрей Павлович, ради Бога, сидите, пожалуйста. Ну, что, неудобнее, если позволите. Значит, представим себе, также в ламках альтернативной истории, на Западе очень модно такие построения, что вот какой-то волей случая, допустим, Ельцин предложил в январе 91-го года возглавить правительство Борису Федорову. История России была бы другой, или она осталась бы вот такой же примерно, какую мы имеем сейчас? Могу точно сказать, конечно, была бы другой. Я могу сказать, почему, на самом деле. Это вот, просто, это действительно совершенно ясно, почему. Вот давайте вспомним, вот просто такой момент, 99-й год. 99-й год, август, назначение нового премьера. Да? Помните, когда Борис Николаевич Ельцин внес эту кандидатуру, что сказали депутаты, все говорят, что, кто, как, кто это, откуда, чего, тогда никто не знал этого человека, вообще никто не знал. Просто вообще никто этого не знал. То есть даже в 99-м году, в августе 99-го года, эта кандидатура рассматривалась значительной частью политически активного элиты, не знаю, кто принимал, как совершенно неожиданное, не рассматривал. Это не Лужков, это там, не Примаков, там, не кто-то другой. То есть даже тогда, если бы в 91-м году, например, руководителем финансово-экономического блока оказался бы Федоров, то произошло бы то, что он сделал в 93-м году. Просто вот я видел кратчайшего расстояния, потому что весь 93-й год фактически я провел больше у него в кабинете, там обсуждая разные вещи, чем в других местах. Он, собственно, сделал финансовую стабилизацию. Это означает, что 92-й год был годом финансовой стабилизации. Конечно, там была бы вспышка инфляции, это было неизбежно, но она не носила бы характер 26-ти раз, как она была на самом деле. Ясно, что было бы инфляция была бы скорее всего после 92-го года была бы понижена и мы там с 93-го года вышли бы там не знаю, может быть 15-20% в год. И это означает, что мы бы пошли по пути, по которому пошла Польша, по которому пошла Чехия, по которому пошли другие центральноевропейские и Балтийские государства и экономический рост у нас начался в 94-м году. Он на самом деле и начался в 94-м году. Даже по нашим данным, это видно, промышленный рост начался в конце 94-го года, продолжался 4 или 5 месяцев. И этот промышленный рост, который начался, был сломан валютным коридором имени товарища Чубайса по рекомендации Гайдара и Стэнли Фишера. Просто вот статистика она дает. То есть, даже в наших условиях экономический рост начался. И вот этот валютный коридор, он собственно продлил нашу депрессию или там наш великий экономический кризис еще на 4 года. с 95-го под 98-й. То есть, если бы был бы Федоров, если бы был бы Дагимлинский, у нас гарантированно в 94-м году начался бы экономический рост. То есть, мы бы пошли по центральноевропейскому или балтийскому варианту. К тому времени, просто, можно сказать, не было бы экономически разрушен так вот фундамент тех демократических сил, которые поддерживали вот это демократическое движение конца 80-х, начала 90-х годов. Потому что, если посмотреть по бюджетной политике Гайдара 92-го года, этого не делал даже Черномырдин. Если просто вспомнить, основная политическая сила конца 80-х, начала 90-х годов, это не кооператоры, не бизнесмены, их там были единицы. Основной это была такая интеллигенция, разная интеллигенция, преподавательская, образовательная, медицинская, творческая, разная интеллигенция, свободных профессий, они составляли основные группы населения, которые выходили на эти манифестации, на митинги, которые поддерживали межрегиональные депутатские группы и так далее. Что было сделано в бюджетной политике по отношению к этим группам населения? Если посмотреть, как изменились финансирования, ни одна другая группа населения не подверглась такой жесточайшей финансовой, бюджетной секции, какие термины надо применять, потому что падение зарплат в бюджетном секторе для интеллигенции был самым катастрофическим, никогда такого не было. И даже Чернобыргин, когда в 93-м году пришел, он эту ситуацию по крайней отчасти изменил, он увеличил это финансирование. Это было сделано правительственной группы Тимурча Гайдара. Ликвидировалась финансовая база демократического движения. Элементарно, люди там не до демократии было, не до политики, люди начали спасаться хоть как-то. Поэтому, возвращаясь снова к этому вопросу, можно смело сказать, тогда начался бы экономический рост, это все началось бы минимум на 4 года раньше. Социально-политическая ситуация в стране в 90-х годах была бы совсем другой. Там тогда на поверхности были совершенно другие политические деятели, а Владимира Владимировича просто бы не было. В политической сфере, скорее всего, не было бы в Москве, а если бы не было этого письма, а его, наверное, бы не было, он бы остался, так сказать, вот в лучшем случае в мэрии, а скорее всего, после этих расследований он покинул бы мэрию, где-то бы история бы не сохранила бы этого имени. и так далее. Были бы, наверное, какие-то другие люди, были бы какие-то там, условно, Крыжаковы были бы, были бы какие-то другие, но вот такого варианта очень много не было. Хорошо, давайте следующий вопрос. Давайте молодежь, Данил Вадимович, пожалуйста. Ну, как я понял, Гайдар был хорошим экономистом, значит, он там написал указанные статьи, и он не мог не знать о последствиях, которые произойдут в результате его реформы. Именно так, как он их провел. Соответственно, могут быть только две причины, почему он сделан именно так. Либо личные, но в этом случае должны были быть очень веские основания, чтобы разрушить всю экономику страны, весьма веские. Либо, на мой взгляд, это должна была быть связь с кем-то, кому было интересно полное разрушение Советского Союза и создание слабого государства, которое на начальном этапе своего существования не способно серьезно конкурировать на международной арене, в том числе в сфере экономики. Ну, и тогда есть такой вопрос, а может быть, он имел какую-то связь с США? Теория? Несторонняя теория, заговоры. Вас как зовут? Просто, просто... Вас как зовут? Александр? Александр, а какой вы сами даете ответ на тот вопрос, который вы сформулировали? Благочен. Иначе не могло бы. А кому могло быть это еще интересно? Личные причины, чтобы разрушить всю страну? Мне кажется, это так. А зачем США это, скажите, пожалуйста? Кому в США? К тебе? США, конечно, победил в холодной войне, но ведь если бы на остатках... Советский Союз развалился до того... Я согласен, он развалился еще до того. Но если бы даже на остатках Советского Союза сформировалось новое экономически грамотное государство, оно могло буквально за пару лет достичь серьезного уровня развития, а потом впоследствии противодействовать к том числе и США. Как противодействовать? Зачем противодействовать? Слушайте, есть много гораздо более мощных государств, чем нынешняя Россия. Экономически более мощная. Естественно. Но у кого... Слушайте, вот есть там, не знаю, Франция, Германия, Япония, сейчас Индия, Китай. Они гораздо более мощные, чем нынешняя Россия. Зачем противодействовать? Если бы Гайдар намеренно не разрушал экономику, возможно, Россия была бы сейчас на втором месте по экономическому развитию после США. Думаю, что нам никогда уже не грозит. Это все. Эта эпоха прошла. Никогда не грозит. Ну, были же меры специально направленные на то, чтобы мы этого не достигли ни при каких обстоятельствах. Разве нет? Что мне нравится, вот, Александр, в том, что ты сказал. Мне нравится первое положение. Гайдар был хорошим экономистом. По крайней мере, он знал последствия тех решений, которые он принимает. С этим, вот, после всего, я с вами соглашусь полностью. То есть, последствия невозможно не привить. Тем более, что он неоднократно писал о том, что у таких действий будут именно такие последствия, как до того, как он принимал эти решения, так и после того. Он говорил, если вы не либерализуете цены, товаров не будет. Так и получилось. А если вы либерализуете, они приходят. И действительно, те самые цены, которые были либерализованы, там появились товары, а которые не будут, нет. Но зачем? Если вы будете регулировать экономику жестко, то будет экономический кризис, будет падение производства. Так оно и получилось. Если вы не будете вводить национальную валюту и откроете свою экономику для денежной миссии из республик, то у вас будет инфляция, даже может быть и гиперинфляция. Практическим опытом проверил. Действительно, так и бывает. То есть, это была проверка практическим опытом? Интерес учебный. Вот теперь, вот это установлено. И таких, я еще скажу, таких вот пунктов, там 20 пунктов есть. Это действительно опытным путем установлено, все это работает именно так. Можно включать в учебник и демонстрировать, например. Такой опыт учебного, экспериментарного. Вот возникает, вот после этого, возникает тот вопрос, Александр, который, собственно, вы задаете, и который, собственно, мы все задаем друг другу и постоянно знаем вопросы. Почему? Зачем? Зачем это делать? Значит, версию, которую вы прилагаете по поводу связи с США, ну, позвольте, мы не будем это обсуждать за очевидной нелепостью просто. Вот, плюс, нет, просто потому, что она, во-первых, а, нелепа, она просто сама по себе нелепа. Ну, вообще, а если посмотреть на самом деле, то Егор Тимурович отличался очень сильным антиамериканизмом. И это видно в его выступлениях, публикациях и действиях. Он воспитан был в семье, значит, вот, высокопоставленного сотрудника Комитета государственной безопасности, который был, представителем, резидентом КГБ на Кубе и в Югославии. Значит, когда, значит, на рейде Гаваны стояли корабли 6-го американского флота, матушка Егора Тимуровича Леонидна Павловна говорила, что она готова была пойти в океан утопить своих детей, своего ребенка, и сама утопиться там, чтобы только не даваться в руки американским захватчикам и оккупантам. Значит, затем он неоднократно демонстрировал соответствующую, но более аккуратную позицию и по поводу ПРО, и по поводу многих других вещей. Нет ни одного факта, его поездка в Югославию, значит, там, спасение Милушевича, вот, натовский бомбежек и так далее. Нет ни одного примера, который бы, какого-то события, которое бы, хоть в какой-то степени подтверждали бы вот ту гипотезу, о которой вы говорите. Я прошу прощения, сейчас мы это отведим. Алло. Давайте пока кто хочет следующий вопрос. Пожалуйста, у меня тут лекция идет, я еще... Хотите продолжить, да? Да. Часик-полтора буду здесь, вот, потом перезагрузку звонить. Хорошо, тогда в начале вывода, потом вам хорошо. Но, ну, я написал этот адрес, для того, чтобы, если вы хотите получать рассылку о наших мероприятиях, можете мне присылать письмо на этот ящик и рассылка о будущих мероприятиях вам будет приходить. Я с вами согласен, преимущество в чьем нет. Примущество в чьем нет. А может быть, я говорю о косой на плечах. Понимаете, человек, который, вот просто вы подумайте, не, секундочку, просто подумайте, вот смотрите, генштаб советской армии принимает решение о закрытии разведцентра, который следит за западным полушарием. А вы говорите, человек, работающий на США, приходит и говорит, нет, мы будем теперь следить и восстанавливает это. Банк, который финансировал операции КГБ-игру в Западной Европе и по всему миру, находится на грани банкротства. Вы говорили, и первый и единственный миллиард долларов, который он получает от Международного валютного фонда, свежий, чистый, несвязанный кредит полностью отдает на спасение банка. Вы говорите, США. Ну, какая США? Ну, слушайте, ну. Я говорю о косой на плечах. Он не шел на связь с либеральным сыном, с тем же Ельцином. Почему? Ну, как не шел? Он пошел, он был у него премьером, наоборот, это же самый высокий пост, на самом деле, по факту, вот в 92-м году, по факту, то есть, значит, вот позиция Гайдара, как исполнявшего обязанности председателя правительства с июня до декабря 92-го года, это вторая позиция в административной иерархии России в 92-м году. Ну, можно сказать, улата формально, то есть, как бы, все-таки, по конституции, но по фактам, на самом деле, ну, может спорить, там, второе, третье место. Окей, давайте тогда к следующим вопросам, пожалуйста, кто хочет. Вы знаете, у меня один маленький уточняющий вопрос, а потом вопрос задам. Вы говорили про то, что в 91-м году Гайдар истратил какую-то большую сумму на национализацию шпального производства. Нет, не тратил, не тратил, он просто принял решение. А какой собственность это было в 91-м году? Нет, понимаете, в чем дело? Нет, там не так, там, значит, понимаете, это же был процесс перехода от одной системы в другой, когда я говорю национализации, там просто вот, ну, предприятия были, то есть предприятия там восстанавливают, что-то они там продают по там госзаказу, что-то там по какому-то другому, что-то они продают на формировавшийся уже тогда рынок. Значит, вот на конец 91-го года там порядка, по-моему, 40-ка процентов продукции уже продавалось на свободном рынке. Это распоряжение восстанавливает жесткие режимы, что значит, все у нас производство шпал, и все производится исключительно по государственным там заказам и по государственным командам. Это удивительный документ, такого просто документа нет. То есть, если бы этот был документ принят там, не знаю, в 37-м или в 39-м году, это как бы нормально, это как бы, вся экономика была такая, но в декабре 91-го года, причем уже принято, там же серия, со 2-го января будут либерализованы, но не все цены, но многие цены. Значит, объявлена там либерализация внешней экономической деятельности. И вот с точки зрения знамен, вот спрашивал коллега, действительно, на знаменах там был написан рынок, это тут точно. Права не было, там гражданское общество не было, демократии не было, но рынок был. И всем было ясно, что вы, значит, ну еще там последние пару дней, и дальше уже начинается рыночная экономика. И дальше что происходит? А вот при этой рыночной экономике шпальное производство под моим контролем. Ну, как бы это уже в вашей дискуссии, что по поводу давления. Ну вот говорят же, что психолог сам себе не психолог. Он очень хорошо знает теорию, да, но в частной жизни поступает иногда странным образом в себе во время. Супожник и собак. Да. Возможно ли в этой ситуации, что Гайдар очень хорошо понимал действия и последствия этих действий и до своего назначения и после отставки, а вот процесс, пока он вырунный, на этом посту, ну вот как бы вот это давление внешнее и всякое другое не позволяло ему совершать какие-то правильные поступки и толкало к каким-то неправильным. Вас как говорится? Светлана Борисовна. Светлана Борисовна, такая версия тоже как бы имеет право на существование и некоторые тоже его сказали, не буду скрывать, я какое-то время тоже так думал, да, когда, ну, у меня как бы есть еще такой, ну, просто факт жизненный, я просто некоторое время провел в госаппарате, работая в одном правительстве, в другом правительстве сразу, и в том, и в Гайдаровском правительстве, чем на Муринском правительстве, вот работал там в администрации Путина, и как бы не только по рассказам, ну, и там, по книгам, но и как бы физически знаю, как вот себя ощущаешь, что можно сделать, что нельзя сделать. Я, правда, не был премьером, да, я был советником, там, на других должностях, но, как бы, возможности человека, занимающего такой пост, представляю очень хорошо. Хочу сказать, нет никаких ограничений делать то, что ты считаешь нужным. Никаких. Даже, я извиняюсь, нет, нет, просто я высказываю, во-первых, нет никаких ограничений делать то, что ты считаешь нужным, это во-первых. Второе, я видел на очень близком настроении то, что делал Борис Федоров. У Бориса Федоров политической поддержки было в несколько раз меньше, чем у Гайдара. Федоров был только вице-премьером, а не первым лице-премьером и не исполняющим обязанности примера, как был Гайдар. Федоров был один, у Гайдара было полправительство. У Гайдара была мощная политическая поддержка непосредственно от Ельцина, у ФедорIO этого не было. Федоров одновременно ввел войну, не борьбу, а войну просто на несколько фронтах, я просто это видел. Он ввел борьбу, значит, войну просто заверюхой, с Кижой, с Ковцом, это один фронт, он вел войну с Черномырдием, он вел войну с администрацией президента, значит, и с Ельцином непосредственно, потому что оттуда тоже всякие там бумаги выходили. Он вел войну с Герасченко, который не делал то, что. Он просто с Казе, и вы знаете, что он сделал на несколько порядков больше, чем Кайдан. Точнее, не то, что он в другом направлении делал. Он знал, что надо делать, что он считал нужным делом. Несмотря на это, обладая несопоставимым меньшим политическим ресурсом, меньшим административным ресурсом, он реально сделал, он освободил просто либерализацию, провел значительные части российской экономики. Это в 1993 году, не в 1992. Сократил субсидирование, сократил государственные расходы, сократил бюджет, значит, бюджетный дефицит. Он освободил, значит, субсидии на сахар, на хлеб, на уголь, на зерно. Там, значит, добился от этого Герасченко повышения процентных ставок, изменения резервных требований. Сделал вообще всю финансовую стабилизацию. Сделано невероятно много просто. То, что сделал Федоров за один год, значит, будучи одним. Причем, когда он пришел, предполагалось, что, значит, там Чубайс же еще оставался, что они будут действовать вдвоем. Чубайс демонстративно отстранился. И никаким образом Федорову не помогал. В сентябре, когда пришел, в сентябре 2003 года, когда пришел Гайдар, и тогда как раз просто Федорову говорит, о, слава богу, пришел Гайдар, значит, мы теперь все. Теперь и Чубайс будет работать, Гайдар придет, мы втроем, тут все перевернем. Все сделаем. Черниг говорит, без Гайдара было трудно, с Гайдаром еще хуже. Он просто действует, он только вредит. Значит, я просто вот это хочу сказать. И, наконец, значит, вот, есть ли такое давление, значит, возникает вопрос. А когда вот решение по поводу Лурдиса, какое там давление? Там никакого давления не было. Там как раз военные говорят, мы будем закрывать. Военные, разведки говорят, у нас нет денег, нам это не нужно. Что сделал, между прочим, Путин? Вот это парадокс. Полковник КГБ закрыл базу Лурдис, а либеральный реформатор открыл ее финансирование. Так может, по счастью, Федорова, что он был один, а Гайдар был в большой команде. Ну, то есть, чем больше, тем хуже. Ну, получается, да. Окей, давайте тогда следующий вопрос, пожалуйста. Вот я, Андрей, я вам скажу продолжение вашей речи. Федор был один, он на ней не стоял. Применение ему удалось пробить финансовую стабилизацию. Значит, Гайдар был, как вы видите, второй человек в стране. Он был против, ну, вот, вы перечисляли, ключевых решений. Там, лидерализации цен, украинской свободы торговли, инфикации валютного курса, приватизация, украинская стабилизация. Нет, не против приватизации, а против правильной, то есть, как-то, приватизации правильным людям. Он был за это, и он проводил их. Значит, против всех, вот, вы перечисляли, действий, которые приписываются Гайдару, на самом деле, Гайдар был против и противодействовал. Он был второй человек в стране, и эти решения были приняты. Получается, они были приняты вопреки Гайдару. Какие? Вот вы перечисляли, вот я вам говорю. Лидерализация цен, вот я записываю, как выписываю. Указ свободной торговли, финансовая стабилизация, там, унификация валютного курса, там, может, я что-то пропустил. Ну, вот это выписывается. Нет, я прошу прощения, я тут уточнись, значит, подойдет. Лидерализация цен на хлеб и на зерно была проведена, в 93-м ряду, когда, значит, Гайдар не мог этому противодействовать. Значит, приватизация была проведена так, как хотел Гайдар и Чубайс, они так это и сделали. Унификация валютного курса была произведена Герасченко, как это не пока что странно, и там введение национальной валюты, когда Гайдара не было. То есть, вот те меры, как это там, введение НДС со ставкой 28% проводилось Гайдаром, она проведена. А драконовские меры по ограничению торговли НТП, товары на разбороне, была проведена, так, как считалось. Раздача субсидий кредитов, да, была проведена Гайдаром, так она была сделана. Так что, что-то было, то, что хотелось, так и было сделано, а что-то против чего противодействовал, было сделано позже, в другое время, когда его не было. То есть, он воспрепля... Не, подождите, либерализация цен с первого или со второго, там, января 92-го года все-таки произошла, конечно, не на все цены, и вы его обвиняете, что он, значит, не разрешил пустить цены на нефть и зерно, правильно я понимаю, но на другие цены было, при том, что он этому противодействовал. Я так понимаю, он не хотел либерализовать цены вообще, правильно? Нет, значит, я уже рассказал об этом, значит. По его плану, либерализация цен должна обозначаться с 1 июля 1992 года. Когда эта дискуссия развернулась в российском правительстве, значит, Борис Николаевич Ельцин сказал, будет сейчас. Вот, я про это и спрашиваю. И это касается и других. Вы же упоминали неправильно приписываемые Гайдару, там действия, которые были, решения были приняты вопреки воле Гайдара. Он хотел сделать... Нет, я этого не сказал. Нет, вы, в данном случае, видимо, что вы не поняли. Но, например, вы... Нет, еще раз, мы позвольте иначе. ...со 2 января, а не июля, со 2 января 1992 года, это решение было принято? Значит, по каждому решению надо принимать отдельный комментарий. Значит, частично либерализация цен. Значит, Гайдар предоставил дело с 1 июля 1992 года, это было проведено со 2 января 1992 года, решение Ельцина и Бурбульса. Вопреки, Вольга... Ну, подождите, значит, какая, вопреки воле, он там высказался несколько раз, что он этого не хотел, но решение принимает президент. Значит, в том случае, Ельцин принимал непосредственно участие в принятии экономических решений, он сказал, будет сейчас. И, естественно, после этого все взяли под козырек и подготовили документы о либерализации цен со 2 января. Либерализация социальной сферы, пакет был подготовлен Шохиным, еще до того, и поэтому он был принят сразу же, 15 сентября, первым же пакетом. Там тогда еще не было возможности противодействовать. Это зарплаты имеете? И зарплаты, и доходов, и так далее. Указ о свободе торговли. Он был внесен, подписан Киселевым. Ему противодействовало. После этого была бюрократическая борьба, в результате которой, я называл людей, которые выступали за проведение этого указа, которым удалось пробить этот указ. Не в оригинальном виде, но удалось пробить. Это борьба. Ситуация по каждому случаю индивидуальная. Есть какие-то вещи, которые полностью удалось блокировать. Есть какие-то удалось отложить. Есть какие-то удалось принять в искаженном виде. Вам разные ситуации. Правильно я понимаю, что все-таки эти решения были приняты вопреки желанию Гайдана? Еще раз говорю, нельзя сказать эти решения. По каждому решению существует конкретная ситуация. Одни вопреки, другие не вопреки, другие искаженные, другие позже. Я по каждому из них коротко пытался сказать. Поэтому написано просто очень много. Надо просто сказать конкретно решение. Гайдан этим мерам противодействовал, но они тем не менее были... По-разному. По-разному. Некоторым противодействовал, некоторым нет. Да, по-разному. Но я в данном случае говорю не о том, каким он противодействовал, а о тех мерах авторства, которых ошибочно приписывается Гайдан. Я же не говорю. Значит, вы не просто говорили, что ошибочно приписываете, что он был против этих решений. Нет. Не говорим об этом. Не говорю я об этом. Ну что вы? Хорошо, тогда давайте вопрос есть. или нет вопроса тогда следующий вопрос пожалуйста вот вы говорили что на должность который занимал гайдар принципе было возможно сопротивляться любым давлением но тем не менее гайдаром принимались решения в котором он по своим по своему мировоззрению по своему убеждению был не согласен и тогда вопрос вот с одной стороны у него был выбор до либо выполнять это либо встать и грубо говоря уйти и тогда вот какие могли быть мотивы у гайдара когда он занимал вот эти вот решения которые не согласовались с его взглядами ну вот собственно говоря это и является предметом обсуждения какие мотивы по каким мотивам принимались те решения которые принимались вот это является с моей точки зрения самым интересным вопросом потому что вот три года тому назад я по крайней мере о себе говорю да многие из этих решений которые реально принимались мне были либо неизвестны в самом прямом смысле этого слова либо были известны но в искаженном виде или так сказать ну там по каким-то всем то что я не занимался там историей всех решений слилась чем-то следил зачем-то не следил вот и поэтому первый этап был просто восстановление фактов что на самом деле было сделано кем сделано сейчас эта работа еще до конца не закончена но в основная часть сделано и по крайней есть некоторое представление о том что было сделано но естественно когда у нас установлены эти факты возникает вопрос почему почему было сделано так они иначе и почему кстати говоря здесь возникает вопрос который связан с этим почему принять этих решений сопровождалась мифологии совершенно иной там иногда противоположные искажающие созданием целого ряда концепций которые прямо скажем требуют особых усилий потому что одно дело описывать то что на самом деле а другое дело создавать концепции к фальсифицированные они кстати фальсифицируют концепции гораздо труднее чем просто описывать ряд потому что надо ждут и надо чтобы они увязывались и это я вам скажу это труд невидового это действительно труд талантливого человека очень талантливого человека а еще сделать это так чтобы в это поверили и поверили не один человек а сотни тысяч и десятки тысяч людей и которые восприняли это как само само собой естественно разумеющийся это просто я не повысил это этот у гениального человека поэтому я в данном случае вот разговора мотива да то есть и и в разговорах сказать что говорит он там вот там не знал там не было образования я с этим не согласен поэтому я согласен с человеком вот говорят что гайдар был хорошим экономистом вообще талантливым человеком в этом с моей точки зрения спора нет никаких это действительно очень талантливый человек и конечно вклад его в и в то что было сделано в области экономики и в области я бы сказал искажение общественного мнения в нашей стране уникален я не могу назвать кого-то кто бы стоял рядом ну там были там лица которые обладали полным доступом к пропагандистской машине контролирую ее в течение длительного времени это да но вот так чтобы как бы чай который хотя и имел отношение к власти и там имел доступ но все-таки не был самой властью по крайней последние годы да там вот я не знаю я не знаю примеров по крайней нашей истории кто бы это сделал поэтому вне всякого сомнения талантливый если искать там гениальный человек в этом пошел как почему эта тема для обсуждения и пожалуйста декабря девяностотого года следствием почему в этой ситуации действительно рыночные реформы датам демократии свободу они в этот момент очень твердо стояли на позициях поддержки гайдара но в то же время они в чисто уже там время политически проиграли тем силам которые стояли за совершенно другие и не смогли выдвинуть более сильного и более адекватного экономически кандидата да на постпремьера и почему они уже в то время были доступны слава и не смогли а вот эти тут как бы несколько таких под вопросов и уже тоже как вот относящиеся к так называемой альтернативной истории что было бы и почему и как я здесь не не решусь сказать однозначно но выскажу как бы два соображения первое из любых потенциальных людей которые тогда рассматривать качеством либералов рыночников демократов тогда это через запятую ли там честно знаком равенства спроска хотя мы понимаем это далеко не одно и то же но тем не менее среди всех этих потенциальных кандидатов гайдар конечно выглядел как наиболее серьезный самый солидный кандидат который человек который был в течение почти года де-факто премьером страны никто другой к тому времени явлинский не федоров никто другой рядом не стояли по статусу и поэтому конечно на этом фоне конечно воспринимался как кандидат номер один второй он сам очень хотел там остаться никогда не скрывал этого и многократно писал о том как он хотел там остаться второе значит там конечно работа на и связи с ельцином и так далее так а другой вопрос почему поддержка его оказалась не той который как бы вот ожидалось но строго говоря это же было впервые впервые голосование съезда народных депутатов по кандидатуре гайдара до этого же не было голосование то есть гайда же был назначен 6 ноября 91 года не съездом народных депутатов и даже не верховным советом россии был назначен указом ельцина и по сути дела первое голосование плане депутатов то есть он парламента законодательные власти представительные власти по поводу исполнительной власти произошло 14 декабря 92 года поэтому это было первое голосование как бы сказать поддержку не поддержки если говорить о поддержке идей то мы вспомним что пятый съезд народных депутатов это а конец октября начало ноября 91 года за программу реформ которую предложил ельцин выступил с этим докладом там же проголосование я не помню чем 870 депутатов до дополнительно но написал что он делал либерализация цен полная начали там освобождение внутри и внешнеэкономической деятельности введения национальной также все это описано приватизация вот все то что как бы было объявлено за это помогло 870 депутатов проголосового власть и только 16 против то есть это был такой как если все объявляющая поддержка программа реформ правда без кандидатуры премьера но тогда если сказал что примером буду я вот как бы в де-факто он как бы стал примером и в течение следующего года де-факто был то есть как бы назначен был премьером а потом насчет как бы на второй позиции начали был горбулись потом пришел туда гайдар то есть депутаты тогда голосовали за программу без лица а первая возможность голосовать за лицо появилась в декабре 92 года и к тому времени даже вот этот в общем мощный союз вот этих депутатов можно сказать какие-нибудь демократы или там кто они были но подавляющее большинство депутатов съезда народных депутатов россии голосовал за реформы то что поддержка гайдар оказалась не такой какой оказалось какой была поддержка реформ программа реформ говорит о том что значит вот этому этой коллекции политик политической коллекции был нанесен очень мощный удар теми решениями которые происходили в течение 902 года той колоссальной инфляции которая там была падением производства прямо скажем неоднократными обманами парламента вот ну мы все знаем значит вот приватизация которая была проведена собственно поле борис неоднократно рассказывал как он в торжествующее как он обманул парламент с этими самыми законодательством и так далее я не к тому что там значит вот приватизационные счета давали там может быть безумно там эффективно ли неэффективную систему собственно не знаю это надо разбираться да но факт остается фактом чубайс откровенно обманул парламент парламент не стал собираться во время каникул для того чтобы это изменить и чей поверх парламента вокруг парламента проведено важнейшее решение о приватизации которая в общем создала трудом социально-экономическую структуру которые что должен был чувствовать парламент они чувствовали просто себя обижены не оскорбленными уязвленными обманутыми и спрашивают кем они до избранные людьми избирательными какими бы они ни были а кем избран чубайс а кем избран гайдар или подождите но вы здесь чиновники назначены указами президента мы избранные там за каждым из нас стоят там сотни тысяч если не миллион избирателей так дела не делаться но вообще в принципе в любом там демократическом обществе избираются депутаты дальше депутаты заслушивают раз слушают разных кандидатов своими программами за то за другое там высказывают понятно парламентский процесс нам есть элементы торга и так далее утверждается та или иная кандидатура да здесь помимо них назначили человека а затем назначили целый кабинет этот кабинет стал делать не то что они считали нужным может быть они абсолютно не правы может быть это так вот как бы они стали это делать потом стали обманывать с первого заседания правительства там за первое заседание правительства 15 ноября 101 года синаграмма опубликованы там же с первой же буквально прошло 9 дней с назначения гайдара и по-моему 8 дней с назначения чубайси чубайс обсуждают как мы обманим парламент сходу сразу а потом начинает это реализует ну как парламентарии должны были к этому относиться опять-таки не в защиту их но это нарушение куда базу базовых принципов вот взаимоотношения между властями я уж не говорю там про лурдис я не говорю про кредит мвр я не говорю про то сказать про значит там банкротство и так далее просто по любому методу это мы не будем сообщать парламент это мы сделаем по-другому вот здесь они там не пойду сделано так так делается не если это авторитарная там страна если это авторитарный режим ну конечно ну так это авторитарный режим хорошо подменее пожалуйста может быть мы уже заслушаем наших уважаемых кого как раз не хотелось дмитрию предоставить возможно потому что можно будет пробежать от полу еду замечательно да коллеги мои извинения я действительно влезаю раньше чем надо потому что еще конечно есть кандре николаевичу вопросы мы просто наделить должен уйти завтра с утра вылежать вот так же несколько слов надеюсь не буду долго внимания отвлекать ну первое что я хотел бы сказать очень хорошо что идет такой разговор потому что конечно серьезные научные исследования того что происходило в ходе гайдаровских реформ ну только-только начинаются мы не знаем массы фактов не проанализированы мы пользуемся пока самыми поверхностными источниками и вот этот научный разговор который андрей николаевич по сути дела начал и активно ведет течение трех лет в этом плане будет очень творится очень жаль что ключевые фигуры гайдаровского правительства не откликаются на прямую поведу но вот когда было было обсуждение книги развилки истории гайдара чубайса я там выступал и в качестве моего но наверное единственного замечания к этой книге было именно замечание вот этого плана что удивительно что в книге чубайс вообще не обратил внимание на тезисы элариона как будто их не было к тому моменту я сказал анатолию борисовичу что вот в общем желательно как-то было бы отвечать понятно что большую часть книги писал гайдар и гайдар к тому времени уже скончался но думаю что как-то примечаниями дополнениями анатолий борисович мог бы откликнуться на эту полемику в общем удивительно что ее нет и конечно это проблема не только чубайса андрей николаевич ссылался на то что там одну реформу сделал арен а не гайдар другую реформу михаил киселев там они дают эту реформу ну собственно чубайс они гайдар к эмотизации и так далее в общем надо чтобы эти тоже у нас это странная действительно в этом плане ситуация страны вдвойне потому что ну я мог двух людей вот так вот конкретно физически спрашивать их отношения с гайдаром гайдару к этим реформам из числа перечисленных андре николаевича но понятно чубайса мог спрашивать и второй человек пётр филиппов который хотя не инициировал завтра принять указа о свободе торговли инициировал михаил киселев но это филиппов потом тоже активно в этом плане работал андре николаевича значит не чубайс не филиппов ни в коем случае не интер не готовы интерпретировать роль гайдара так как интерпретировал андре николаевич вот авина не мог спросить нет такой возможности там других тоже не так что вот здесь серьезная полемика конечно напрашивается пока она принимает какие-то странные формы очень не на не научно не принцип не научной полемики хотя аргументы действительно научные приводятся со ссылкой на конкретные факты но вот мы сегодня слышали андрей николаевич ссылался на массу фактов правда сразу оговорю но кратко не по всем этим фактам я согласен многие я никак проверить не могу фальсификации по книге гайдара гибель империи не готов интерпретировать просто не знаю надо будет еще знакомиться с тем что сейчас публикует вот высылались на женщина мария боброва на фантастические исследования да вот по одному факту не соглашусь точно правда относятся не к нашим эформам вот гибели гибели империи по испанскому я изучал вот занимаюсь профессионально ну было там можно спорить по деталям текста гайдара но у меня нет книги перед глазами вот но в целом там была очень тяжелая проблема связана вот с этим и собственным проклятием оборачивающиеся неоднократными дефолтами испанской империи и так далее дальше в том что говорит андрей николаевич правда есть одна очень серьезная проблема еще раз подчеркиваю научная дискуссия бесспорно нужно очень хорошо что она инициирована но эта дискуссия стала массой вот неожиданно для меня выступил александр со своим вопросом а я вот если бы не было выступление александра я бы сейчас вот привел гипотетический пример такого александра вот именно это я хотел делать готовясь выйти но он просто вот как будто я его сюда посадил значит а вот какие бы научные аргументы андрей николаевич не приводил это будут аргументы для одной тысячной процента населения россии там участвующих дискуссий а в целом в широком сознании есть представление о том что гайдар там агент америки член какого-то заговора хоть вы и не сторонник фактически вы об этом говорили и никто не будет разбираться в том что иларионов пишет на самом деле вместо иларионова в этой полемике тысячами десятками тысяч людей будет отведено вот в это в группу тут тех людей которые будут называть гайдара антиамериканистом значит членом агентом америки сторонником заговора вместе с америка и так далее боюсь что андрей николаевич вот весь мой опыт общественных дискуссий довольно большой вы знаете подсказывает что тоже не будете интерпретированы потом как человек который с либеральных позиций критиковал гайда вы будете среди тех кто говорит что гайда строил заговор для расрушения россии это очень серьезная проблема я не знаю как ее решить научную дискуссию вести надо а вот реально вы будете в той команде представления многих ну и теперь конкретно по моему отношению к этим реформ вот стоит стакан на столе ну там еще недавно он был наполовину полный сейчас немножко меньше мы не важно вот как раз когда он был наполовину полный а на него смотрел и думал вот любую тему любое любое событие нашей жизни всегда можно интерпретировать по принципу стакан можно сказать что стакан наполовину полный а можно сказать что стакан наполовину пустой можно сказать хорошо что в нем есть наполовину чая а можно сказать что за безобразие, почему нам не налили чая полностью. Я думаю, что часть дискуссий по поводу наследия реформ Гайдара имеет вот именно форму вот этого тезиса Остакова. Очень многие факты, приведенные Андреем Николаевичем, действительно имели место. Ну вот я читал в этой аудитории курс лекции о российских реформах, но вот мой тезис состоял в том, что конечно финансовая стабилизация была провалена полностью и то, что не была осуществлена нормальная финансовая стабилизация обусловила существенный разрыв в выходе на траекторию экономического роста по сравнению с Польшей, Чехией и некоторыми другими странами, где финансовая стабильность была достигнута более-менее своевременно и соответственно там был переход к экономическому росту. Как это влияет на мое отношение вот личное к Гайдару, это я сейчас не о науке говорю, вот абсолютно личное отношение. Знаете, как-то я всегда смотрю на любой стакан как на половину пола. И особенно, как человек, родившийся в Советском Союзе, и очень хорошо помню, что мы имели в Советском Союзе по массе параметров, начиная от колбасы в магазине, которая может для меня лично не так важна, и заканчивая книгами, которые можно было читать, что для меня довольно важно. Или там, зарубежная поездка. Вот в целом, как бы не были проведены эти реформы, я так себе вот говорю, вот хотел бы я, чтобы как-то эти реформы были поставлены под какое-то сомнение, какой-то риск там. Знаете, в любой форме, слава Богу, что они пошли. Мне абсолютно отвратительно нынешняя российская власть, тот политический режим, который существует. Но я готов и это терпеть, потому что в целом, по сравнению с Советским Союзом, движение вперед как раз. Какова роль лично Гайдара и других людей? Вопрос дискуссионный. Опять же, вот по целому ряду параметров, о которых Андрей Николаевич сказал, надо разбираться. По финансовой стабилизации Гайдар полностью провалил, бесспорно. Что касается роли его в принятии ключевых реформаторских решений, но опять же, хотелось бы услышать мнение и Арвена, и всех других. Вообще, в моем понимании, все ключевые решения все-таки коллективные. Я никогда лично в своих работах не пытался в правительственных решениях стараться вычленять, кто конкретно подготовил, этот министр или тот. Думаю, что если решения принимались, то за них несут коллективную ответственность. Ельцин, Борбулес, Гайдар, Чубайс и так далее. Все члены правительства. Кто не согласен, уходил в отставку. Глазик в какой-то момент очень четко обозначил, что он придерживается каких-то других взглядов по этому, позиции, уходил в отставку и так далее. Ну и, наверное, самое последнее и главное, моя попытка очень кратко ответить на вопрос, который Андрей Николаевич поставил. Собственно, вот почему позиция Гайдара могла быть такой. Вы, хотя свой ответ отложили на самый конец, и, к сожалению, сегодня я его не услышу, хотя мы с тобой уже как-то обсуждали этот вопрос, я примерно представляю. Но, отвечая на чей-то вопрос, вы сказали, произнесли такую фразу, и, по-моему, она на самом деле является ответом. Гайдар стремился к маркетизации советской системы. Думаю, что он действительно именно к этому стремился. Не к построению развитой демократии, там, западного образца, а вот на том этапе, на котором он обладал какой-то властью, он стремился именно к маркетизации советской системы. Хорошо это или плохо, не знаю, попробую кратко объяснить, почему это было так. Я себя вспоминаю от того времени. В общем, все мы выросли на представлениях о 17-м годе. Ну, кто вообще хоть сколько-нибудь серьезно задумывался о судьбе страны. Это было очень серьезно. И хотя учителя в школе вешали лапшу на уши о великой большевистской революции, в принципе, какое-то время изучения того, что тогда происходило, ну, хотя бы с 85-го по 91-й год, когда мы получили доступ к каким-то источникам и к каким-то мыслям, которые начинали интерпретировать. Значит, мы приходили к выводу о том, что развал огромной империи вещь страшная, мало не покажется. Поехали. Если есть возможность демонтировать медленно, постепенно, по чуть-чуть, вот скажем так, экономику демонтировать, какие-то другие сферы не затрагивать, то от ГАИХа подальше лучше делать так. Думаю, Гайдар размышлял примерно так же, как и я. Может быть, это было неверно. С другой стороны, пример Югославии, которая распадалась примерно в то же время с двумя сервско-хорватскими войнами и проблемах, известных с геноцидом в Боснии и Герцеговине, показывает, что распады могли быть гораздо хуже. Всего этого Гайдар наверху боится. Более того, он по понятным причинам не использовал или почти не использовал слово «демократия». Я не знал, как он использовал, а вот это я впервые услышал, что по его текстам это не прослеживается, просто не задумывается никогда. Но когда я об этом услышал, я так подумал, а вот я в публицистике активно с марта 1991 года. Вот если посмотреть мои статьи 90-х лет, особенно в 1991-1992, будет ли там слово «демократия»? Думаю, что нет. Или крайне редко. Потому что я писал, откликаясь на повестку дня. Моя работа состояла в том, чтобы комментировать экономические проблемы того времени. Чего надо было делать, то и дело. Слово «демократия» просто не вписывалось в текст. Если бы кто-нибудь мне сказал, напиши статью о демократии, написал бы. В общем, наверное, мои взгляды были прямо такие, что сейчас. Думаю, что в идеале, наверное, Гайдар все-таки видел страну демократии западного типа. Но он об этом, похоже, действительно не писал. Как экономист мало размышлял. Более того, в гибели империи он, в общем, признал там в одном месте, что по некоторым параметрам он и многие люди его окружения были достаточно наивны в своих представлениях об устройстве общества и демократии. и я был таким журналистом. Он получил конкретный пост, конкретную власть по конкретным вопросам, связанным с экономикой, этим и занимался. У меня есть друг, с которым мы очень часто полемизируем в Петербурге, который меня регулярно упрекает в том же самом. Вот вы, экономисты, вы всегда говорили только о рынке, вы никогда не говорили о демократии. Вот если бы вы с самого начала говорили о демократии и занимались этим, может, эта страна была бы другая. Вот вы можете мне верить, можете нет. Вот когда он меня критикует, я знаю, что он не прав. Потому что, ну, я знаю, что мои взгляды были другие и я понимаю, почему я больше писал о рынке в тот момент и меньше о демократии. Но его я не могу убедить. Он считает, что я где-то не искренен человек. И последнее, честно говоря, положа руку на сердце, я думаю, немногие сегодня скажут, что в России можно было при разумных рыночных реформах, при линии Федорова, скажем, а не Гайдара, а Федоров действительно гораздо более энергичный и правильный реформатор, по крайней мере, в области финансовой стабилизации был, что вот при исследовании этой линии можно было получить другую Россию, чем ту, которую мы имеем сегодня. Честно говоря, не вижу серьезных аргументов в эту пользу. Более того, вчера у нас был семинар, в европейском Андрея и Павел присутствовали, и я как раз там еще отстаивал позицию, что не так уж страшна наша русская культура, которая, по мнению многих, обрекает нас на вечное рабство, тоталитаризм и так далее. Я пытался как-то по-другому объяснять, почему мы имеем сегодня такой режим. А большинство присутствующих, и я прекрасно знаю, что большинство тех, кто не находились в зале, как раз считают, что русская культура настолько страшная, ужасная, народ такой дикий, думающий постоянно о происках американцев, заговорах и так далее, что построить демократию в этой стране вообще никогда не возможно. Вот я как раз нахожусь в промежуточном положении и полагаю, что перспективы все-таки сравнительно приемлемые, но сегодня мы имеем вполне то, что имеем. По Явлинскому скорее всего имеем очень то же самое. Ну вот, извините, я так уже явно перебрал. Если можно, пока Дмитрий не ушел, не ушел, комментарий несколько, Давайте вначале до невозможно прокомментировать Билли, потому что он должен будет бежать на поезд. И после этого тогда уже вопрос, хорошо? Да. Я на самом деле очень интересный и даже не буду по Испании комментировать, потому что этот вопрос я действительно довольно плотно изучил, и в общем причины расцвета и там деградации и упадка Испанской империи теперь хорошо и понятно, и что там было с экономикой тоже нету. Никакого, конечно, ресурсного проклятия Испания не угробила, вообще никакого отношения не имела к развитию, так же, как ресурсное проклятие не уничтожило ни Голландию, ни Великобританию, ни одну другую колониальную державу, которые получали колоссальные ресурсы из своей колонии. Но это отдельная страшно интересная тема, я с большим удовольствием, если Павел Павел поделит, это очень интересно, но просто отдельная и вообще, и на этих примерах и вообще ресурсное проклятие, то какое отношение иметь ресурсное проклятие к нашей сегодняшней России, почему сказать, минимальное, имеется, но там просто доли, то есть вот вся концепция там краха Советского Союза в результате падения цен на нефть, или вся концепция кризиса 98-го года в виде причины там азиатского кризиса или там причина кризиса 2008-2009 года, потому что упали цены на мировые цены на нефть, это просто такая, постараюсь быть политически корректно, просто настолько необоснованные концепции, но настолько удачно вписанные в сознание значительные части российского населения с активным участием Егора Тимуровича и многих других людей, что это просто требует действительно подробного объяснения по фактам, какие решения приняты, когда, какие цифры и так далее. Моя подчинка, я должен сказать объективности ради, в первой половине 2000-х годов, в том числе, когда я работал с советником президента, искренне считал, что ресурсное проклятие действительно имеется, и ресурсное проклятие существенно воздействует на разложение институтов, даже написал несколько материалов на эту тему, даже презентации делал, и это показывал, до тех пор пока понял, что это полная ерунда. И вот там с 2005-го года просто сказал, знаете, ресурсное проклятие это в музей экономической истории, значит, в музей заблуждений экономической истории. Сам написал на это, просто понял. Ну, это основное. Некоторые вещи, которые, мне кажется, очень важны, интересны. Коротко, да. Да, 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 да. Потому что, значит, Дмитрий Игоревич сказал очень важную вещь, чем, 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 чем и он ценит, что он ценит, чем многие из вас ценят, там, значит, вот, продукты есть, товары есть, книги можно покупать, покупать зарубежные поездки, там, можно добавить, там, предпринимательский сектор, и так далее. Смотрим, просто, значит, вот, предпринимательский сектор был создан решениями Горбачева 1986-1987-1988 года. Законы о кооперации, законы о государственном предприятии, законы о совместном предприятии и так далее. Индивидуальные предприятия это все законы 1986-1988 года, когда к этому никакого отношения не имел. Если говорить о свободе экономической деятельности, это указ о свободе торговли автор Михаил Киселев, когда к этому отношения не имел. Зарубежные, свобода зарубежных поездок. Это решение, которое принял Горбачев, то есть указ президента Советского Союза в март 1991 года. Никакого отношения к этому Гайдар не имел. У нас просто спрессовались события вот как бы целого периода времени на один кусок, если пропаганда еще работает, 2 января 1992 года. Это решение, принятое в другое время другими людьми к ним отношения не имеет. И, наконец, собственно, решение о либерализации цен, о том рынке, что все доступно. Это решение, которое отстраивал Ельцин, Бурбулес, которые они приняли, к которым Гайдар если имеет отношения, то очень-очень косвенны, то есть это совершенно другие люди. Главное отличие, собственно, почему это решение было принято в 1992 году, не потому, что, значит, там был Гайдар, там были Турасов и, значит, вот этот... Чербаков, да. Главное, что тогда был не в этом. Для экономистов, для специалистов более-менее было известно. Главное, тысяча заключалась, там был Горбачев, а теперь стал Гейтин. Вот, поэтому вот это, собственно, важная вещь. Теперь такая, вот, важная вещь, значит, кто принял решение, некоторые... Я согласен, что многие решения принимали несколько людей. Несколько людей. В частности, вот, например, там решение по Лугодесу и Евробанку, вот вам не удалось поговорить с Петром Валерьевичем, нам не удалось поговорить. Он как раз сказал, решение по Евробанку приняли мы втроем. Я так долго. Значит, мы втроем приняли Шохин, Гайдар и я. Говорит, какое отношение к этому имел Ельцин? Ответ, никакого. По Евробанку, миллиард долларов, Говорит, решение по Лугодесу, кто принял решение? Мы вдвоем с Гайдаром. Какой, какая позиция была военных? Никакого. Хорошо. Сейчас, и последнее, значит, вот здесь просто какие-то вещи, значит, боялся распада. Гайдар боялся распада, ну, не знаю, боялся он или не боялся, в сентябре 91-го года он написал об этом, сказал, моя идея заключается в том, чтобы сохранить империю. И говорит, вот как раз тогда идея, кстати говоря, эту идею, эту идею в публичном пространстве рассказали два человека, которые были советниками Валентина Сергеевича Павлова. Я тебе призваю, как вы понимаете. Вот, в 91-м году, и, собственно, это была замысль, отмечается, что Борис Николаевич 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 занимает пост Михаила Сергеевича Горбачева и становится президентом СССР и не распускается Советский Союз. И он написал, это говорит, это моя, значит, надежда, что СССР, как империя, сохранится. Вот, она, к сожалению, не далась. Два человека рассказали об этих внутренних разговорах, которые были у Павлова и у Ключкова. Это был план, собственно, Ключкова, даже не Павлова. Вот, и это просто говорит о том, кто именно имел вход в эти самые кулуары, в которых обсуждались концепции дальнейшего вот этой маркетизации Советского Союза. Не только Советской Союзной, но и Советского Союза. Вот. Андрей Николаевич, всем время поджимается, в битве нужно убежать. Так что давайте с этим раз. Да, да, да. Ну, а по поводу предопределенности, значит, предопределенности, здесь я, конечно, должен сказать не только как там читатель документов и всяких исторических книжек, я должен сказать, как человек, имевший, так сказать, вот, принимавший участие в принятии непосредственных решений в органах власти, должен сказать, на самом деле, как многое можно сделать во власти и как можно существенно изменить траекторию политического и экономического развития страны, если ты находишься наверху. Это невероятно. Это, на самом деле, это пьянящее ощущение возможностей. Почему, кстати говоря, очень многих людей, кто оказался во власти, потом их, они не могут оттуда уйти, они цепляются изо всех сил, а даже когда они оказываются выброшенными, все равно царапаются туда-назад. Это фантастическое ощущение, потому что ты можешь изменять судьбу страны, судьбу, я прошу прощения, миллионов людей, их последований, решениями. И вот просто хоть то, что происходит на наших глазах сегодня, вчера, показывают, как можно решениями, если ты обладаешь этой властью, и последовательностью ты можешь изменить курс истории страны. На самом деле разговоры о всей предопределенности российской истории или предопределенности любой другой истории, мы все это проходили, кстати говоря, Дмитрий Ильич, в ваших книгах это показано, сравните историю Северной Кореи и Южной Кореи, какая они предопределенная, Восточной Германии и Западной Германии, там, значит, Тайваня и материкового Китая, и это бесконечно показывается, насколько, на самом деле, гибкой может являться история, если во главе страны того или иного общества оказываются люди с явственным видением и мировоззрением, чего они хотят добиться, хотят сделать свободную страну, как Саакашвили, сделают, окажутся у власти бандиты, сделают бандитскую страну, быстро и эффективно, если у них есть инструменты политической власти. Но не будем мучить Дмитрия Яковлевича, пожелаем ему успеха и продолжим эту дискуссию. Да, господа, следующие вопросы, тогда в начале июля, а потом. Ассоции вы. Потом вы поговорите. Хорошо? Сейчас вопрос Юрия. Алия Николаевич, спасибо. Сегодня узнал некоторые новые факты и акценты, но вообще, как вы сказали, я уже давно знаком с этим направлением ваших исследований, вы их публиковали и выступали, но все равно они, как мы видим, не очень пользуются популярностью, и даже вот, например, казалось бы, оппозиционные, там, варели, Ильинична-Новодворская, Боровой, то есть они очень критично восприняли вот саму идею критиковать Гайдара, и вот почему так происходит, то есть то ли они тоже агенты спецслужб, или, может быть, они не понимают этих фактов и верят в то, что вот Гайдар такой святой, или, может быть, они просто хотят использовать этот бренд, что вот как нам сказать, что если у народа в голове спрессовались все эти изменения, и вот Гайдар это как бренд либерализации Советского Союза, может быть, они просто хотят оставить этот миф, вот почему так происходит. Ирония судьбы заключается в том, что в 92-м году Валерия Ильинична Новодорская приходила с пикетами пикетировать Старую площадь правительства Гайдара и говорят, что это не настоящие либеральные реформы, и надо делать настоящие реформы, и выступала довольно жестко против Гайдара как раз тогда, когда многие, включая меня, защищают его от этого. Что правда, то правда, это в истории слова не выкинешь. Но это как бы, так сказать, исторический анекдот, но фактически то, что было. Значит, объяснить это, конечно, я полностью не берусь, потому что иногда сознание и тексты Валерия Ильинична носит такой причудливый характер, что, значит, вот причинно-следственную связь мне уловить достаточно трудно. Но, по крайней мере, она наиболее последовательно развивает концепцию Игорь Тимоневич Гайдара святой. И что нам нужно делать церковь Гайдара, храм Гайдара, надо поклонение Гайдару, и, значит, там, возносить какие-то жертвы, воскурять фимиану, или что-то такое, делать, веснопение осуществлять. У нее вот тексты, я поначалу, когда первый раз она стала сделать, я типа пошутил, говорит, слушайте, как-то, не сотвори себе кумира с цитатой из священной книги. Она воспринималась совершенно серьезно и дальше говорит, нет, надо делать храм Гайдара и так далее. В прямом смысле этого слова. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь, видимо, вот в ее сознании, не знаю, как бы, утверждение либеральных идей, в ее понимании, то, что называют либеральными идеями, иначе, чем через религиозную систему символов, никак не получается. Я, поскольку человек, относящийся к новому времени, не очень религиозному, говорю, что надо разъять рациональным ракомом, и попытаться, по крайней мере, и не верить никому и ни во что, просто потому, что так вот нам нравится. По крайней мере, концепция классического либерализма и, небоисимого слова, либертарианства исходит из этого. У нас нет святых, у нас есть уважаемые люди, авторы, мы там, значит, смотрим, но даже если мы, например, с чем-то не соглашаемся, и самых уважаемых авторов, мы говорим, да, здесь нам кажется, вот, наши коллеги неправы. И, кажется, никто по этому поводу не обижается, и, хотя там портреты достойных людей вот здесь, например, вот, значит, висят, мы их уважаем, но из этого никто не делает, что, значит, нам надо здесь поставить алтарь и приносить, значит, какие-то там жертвы, там, разрезать какую-то душу. Ничего по этому не надо, значит, с большим уважением в отношении ко всем этим людям, к другим людям, но, тем не менее, если есть ошибки, ну, или там, несогласия наши, значит, мы об этом говорим спокойно. Поэтому, мне кажется, эта часть, и часть, вот, представленная Валерией Ильичной и некоторыми другими людьми, это действительно некая попытка, там, приватизации, так сказать, создания культа, с помощью которого приватизация некоторых материальных благ, с помощью разных ресурсов. Ну, собственно говоря, она, может быть, не самой Валерии Ильичной, потому что трудно ее заподозрить, но некоторыми другими гражданами это делается гораздо более эффективно. Я, кстати, обратил бы внимание на удивительную вещь, потому что там, как бы, рука руку моет и, как бы, работает тандемом. Игорь Тимурович Гайдар удостоился указа президента России Дмитрия Анатольевича Милиева об увековечивании. А Борис Николаевич Ельцин, который был президентом страны в течение десяти лет почти, не удостоился такого указа. Игорь Тимурович, не удостоился. Библиотека Ельцина. Библиотека есть, а указа Борис Николаевича нету. Вопрос изучался тщательно. Есть частный фонд Бориса Ельцина, частный, государственный. А, значит, никакого указа Борис Николаевича Ельцина нету. Человек, который, значит, как минимум девять лет был президентом страны, значит, породил многих премьер-министров и будущих президентов и так далее, у него нету. А Ельцина Ельцина, который формально не был даже премьер-министром, он был только шесть месяцев исполняющим обязанностей, а остальной был вице-пример, удостоился. Что само по себе и говорить, между прочим, о некоторых позволяет задуматься о том, кому и зачем это нужно. Так, давайте вопрос, пожалуйста, у вас. У меня не столько даже вопрос, сколько небольшой ответ на тот вопрос, который задался. Значит, ответ следующий. На самом деле, мне кажется, это вполне естественно, потому что, когда вот такое положение занимает человек, который должен принимать массу решений в очень сжатый короткий промежуток времени, то у него возникает уже совсем другое мудрение. Он перестает сам продуцировать. Ну, он продуцирует только на самом деле несогласие. Особенно вот когда он смотрит своих союзников, ну, он вот там, где возникает несогласие, это у него начинает проходить, он пытается так сказать подправить. Но в тех случаях, ну, ему некогда создавать собственный продукт. И в этом плане понятно, что все предложения были людей его команды. Кроме того, у него была масса вопросов и масса других людей, которые приходили к нему со своими предложениями и он пытался что-то синтезировать. И в этом плане, ну, и это совершенно стандартное психологическое явление, когда проще со своими, тем более у него было желание получить авторитет политический, и в этом плане, а как его получить, в своей команде он авторитет уже имеет, значит, нужно завоевывать авторитет вовне. И вот эти вот два момента, мне кажется, как раз объясняют, почему вначале совершенно хорошие научные статьи, то есть вот чисто теоретические, второй этап, он буквально идет против, потому что он на самом-то деле реально либо вносит от своих союзников предложения, либо выступает против них там, где он не согласен, и вносит еще другие предложения, с которыми он согласен, и третий этап, он начинает анализировать, смотрит где-то теоретически вот тоже на базе того опыта, который он получил, работая управляемцем вот эти два года, полтора, там два года получилось, вот, он начинает уже анализировать и чуть-чуть изменяет, так сказать, на основании связи теории спектр. Спасибо. Можно сказать, Владимир? Владимир Владимирович Вы знаете, я только коротко прошу прощения сразу по комментариям, Вы знаете, такая концепта тоже имела и существует, ее там обсуждали и так далее, но я просто как человек, не просто читавший документы, а лично участвовавший в целом ряде совещаний с участием членов команды, о которых говорите, должен сказать, это не так. Вот я просто реально участвовал когда в первом и 92-ом годах тогда просто обсуждалось команда консенсусное согласие руководителем Центрального банка должен быть Борис Федоров. Согласовано многократно обсуждение, несколько совещаний, которые не говорит никому слово, приходит и добивается назначения Герасченко. Он ни разу не выносил эту фамилию на обсуждение команды, потому что знал, что никто не поддерживает это. Вся команда сказала, Федоров, Федоров, выслышен по Загерасченко. Дальше, унификация валютного курса. Вся команда говорит, естественно, унификация валютного курса. Кайдар, не проводить. Введение национальной валюты. Команда обсуждала многократно, естественно, совершенно нормально. Без команды не проводить, не вводить это. Либерализация. Естественно, все были за либерализацию. Выведение зерна и хлеба, нефти, личное решение. Это не решение команды. Указ не проводит арболия. По нефти было обсуждение. По хлебу и зерну не было никого. Более того, сейчас я не знал об этом, министр хлебопродуктов, унаследованный СССР, ставший министром российский, Чешинский, который пишет, лоббирует, надо немедленно освобождать цены, иначе если у нас все рухнет, у нас рухнет мукомольная промышленность, у нас все, у нас хлеба не будет. Требует, лоббирует, там чуть ли не освободить цены. Гайдар не освобождает. Это совершенно другой случай. Как раз давление было с другой стороны. Это показывает, кстати говоря, что Гайдар не был мягким человеком, мягкотелом. Очень твердый, очень принципиальный, отставивший свою позицию не в разговорах, а в бюрократическими методами. Он не спорит, он просто принимает другие решения. То же самое дефицит бюджета, прекращение кредитов. Все эти вопросы обсуждались многократно. Все говорят, ни в коем случае не для этого допускать. И Гайдар это делали. А нефти на пухе набивался, да? Что? Он нефти на пухе набивался. Там на самом деле все были. Более активно выступал, кстати говоря, Сергей Михайлович Гнатьев, который сейчас является руководителем Центрального банка. И там было просто, ну, Сергей Михайлович, он такой человек экономически просто очень такой образованный. Он вот просто на этих совещаниях декабря, ноября и декабря 91-го года многократно говорит, нельзя этого делать. Повышение, административное повышение цен на нефть в 6 раз, как оно было бы, приведет к тому, что все остальные цены будут повышаться с таким же коэффициентом. Это просто получается администрация. Потому что нефть, как и, можно сказать, хлеб, кровь экономики, это на самом деле задает масштаб повышения цен, фактически административный, для всей экономики. Ни в коем случае этого делать нельзя. Гайдар настоял, чтобы повышался административно. Не либерализация. Господа, если вы не против, я воспользуюсь своим правом ведущего, я задам Андрею Николаевичу один вопрос. В связи с его тремя возможными причинами того, почему это произошло. Первая причина некомпетентность или непрофессионализм был несерьезный. А с другой стороны, в своем выступлении вы сказали, что ясный ум реформатора в нужный момент времени, если он приходит к власти, может привести к хорошим результатам. Ясный ум, мне кажется, здесь более точное понятие, которое я бы использовал. Дело вот в чем. А надо учитывать, что Егор Тимурович, конечно же, был экономистом, воспитанным советской экономической системой. Ну, я имею в виду, он учился прежде всего той экономической теории, которая была на тот момент. Хотя и была возможность, конечно же, читать и другие книжки, другую литературу, в том числе иностранную. Но понятно, что в качестве бэкграунда основного это был марксизм. По крайней мере, это чувствуется и по его книге, скажем, долгое время, где они вместе с Владимиром Мау пишут о том, что вообще хорошо было бы экономический детерминизм Маркса, вот эта базисно-настроечная модель, но доводящая сегодня до социализма, до капитализма, можно было бы сохранить. Было даже полемики в вопросах экономики о том, что нужно сделать что-то вроде либерального марксизма. На что ему говорили, что методологически это противоречивая конструкция. Ясный ум, исходящий из идей вот этих вот людей вместе с Марксом, он по необходимости будет не совсем ясным. Если вы объединяете идеи этатизма и социализма с идеями свободного рынка, то, по крайней мере, это определенные, такие, скажем, темные места ваше мировоззрение оставляет. И вот когда вы говорили о том, что была фальсификация истории, в частности, связанная с ценами на нефть, что в 80-е годы цены на нефть разрушили советскую экономику, не является ли это своего рода непреднамеренным, непреднамеренной экстраполяцией экономического детерминизма, то есть ошибочной, если угодно, все-таки теоретической базы к этим вещам? Я вот читал и долгое время гибели империи его статьи, у меня сложилось впечатление, что он рассматривает крушение социализма в рамках идеологии и теории самих социалистов. И вот если говорить о работах, которые были противопоставлены этому, известно, что и на Хайке, и на Мизеса ссылались, но есть ощущение того, что это все как бы упоминалось как либеральное знамя, но вот теоретическое, глубокое теоретическое знамя этих вещей было не так хорошо распространено. То есть теоретическая база все-таки была марксизм, это был элемент мировоззрения. А идеология, например, дорога к рабству, читали наверняка, а вот ценные производства, монетарная теория цикла, human action, возможно, в меньшей степени. То есть была теоретическая каша в голове у многих, и в том числе и у Гайдара. И такая теоретическая каша приводила к тому, что и действия были во многом такими противоречивыми. Это моя гипотеза, которая основана на чтении книг, которая во многом, мне кажется, сохраняет элементы вот того мировоззрения, которое привело к в том числе и революции в России в 17-м году. Ответ можно сказать? Да. Значит, первое. С положением о том, что мировоззрение Гайдара было марксистским, абсолютно согласен. Более того, он никогда этого не скрывал, более того, он публично демонстрировал, даже тогда, когда это казалось бы, так сказать, неожиданным и даже, так сказать, не добавляющим репутации. Вы упомянули тут дискуссию в вопросах экономики, когда, значит, он вместе с МАО написали эти статьи в защиту этого самого марксизма. Это произвело такое шахирующее впечатление на экономическую общественность, потому что чего-чего этого не ожидали. А они, как бы, не скажут, нет, марксизм очень хороший, замечательно, он все объясняет, и надо поддерживать. Это неправильный такой марксизм, и все такое. Это все действительно так и есть. И книги, о которых вы сказали, действительно там все это есть. И мировоззрение марксистское, все это, причем никогда не скрывавшееся, и всегда как бы бравшееся на вооружение, на знамена. Но, если вы спросите, а Борис Федоров читал друг к рабству? Ответ – нет. А читал он Мизиса? Нет. А читал он Роберта? Нет. А читал он там денежную теорию австритского цикла? Нет. Ничего не читал. Но он действовал абсолютно правильно. Он действовал не так, как передали. Поэтому, когда мы сравним поведение, в данном случае, я бы сказал, просто так, ну, история так, вот, суждено было поставить такой эксперимент. Вот как бы два человека, один в 92-м году, другой в 93-м. А в 93-м году в течение 4-х месяцев одновременно находились во власти. И, слава Богу, вот мне тоже такая была такая вот историческая судьбина. Я наблюдал действия в начале одного. И тогда, как бы, у меня было, вот, да, действительно, как делается. У меня были там резервации, я там спорил, там, говорит, так не надо, а мне там старшие товарищи говорили бы, нет, нет, тут все правильно. Ну, черт его знает, не знаю, как там, где самое. Потом приходит Федоров и показывает, как можно делать. И, честно говоря, я тогда просто это видел, и просто я понял, что просто весь 92-й год был выброшен на свалку, потому что, оказывается, можно сделать один человек, может, ну, там, ему помогали, конечно, мы там кое-что делали, но, конечно, основной мотор был Федоров, не всякого сомнения. Оказывается, можно делать с гораздо меньшими ресурсами, несобственно большие вещи. А потом, с сентября 93-го года приходит Гайдар, и мы видим повторение всего того, что было в 91-м, 92-м году на стороне Гайдара, а Федоров продолжает это. И в одно и то же время два человека ведут совершенно разную политику, прямо противоположную. И тогда понятно, что это объясняется не тем, какие они книжки читали. Они читали более-менее одни и те же самые книжки, марксистские. И в этом смысле Федоров, как бы, тоже работал в ЦК, между прочим, я тоже, так сказать, работал в Госбанке, и тоже работал в ММО, Гайдар там работал в Институте системных исследований. То есть в этом смысле бэкграунды были очень похожи, казалось бы. То есть они выходили, они, значит, оба молодых, там, талантливых, ярких парня, которые достаточно рано получили доступ к правительству, к ЦК, к ПСС, к этим дополнительным ресурсам, которые на ранних этапах были вовлечены в написание разных записок и так далее. И в этом смысле они, как бы, шли параллельными курсами Федоров, поработал еще там даже в экономическом отделе ЦК, успел некоторое время, а такой Гайдар там, значит, в этих записках много еще написал. То есть в этом смысле, казалось бы, бэкграунды очень похожи. И вот они оказываются в области и действуют совершенно разным образом. Это не объясняется ни их бэкграундом, ни образованием, ни тем, какие книжки читали. Это объяснит только одним, по крайней мере, с моей точки, может объясняться. Различными мировоззренческими целевыми установками. Марксизм – это же мировоззрение? Нет, нет, именно целевыми установками. Кто чего хотел сделать? Кто хотел что сделать? Бэкграунд – пожалуйста. Если там вот Федорову было бы спросить, значит, там у тебя, как такой разговор, там, марксизм и марксизм, в большой степени, ну, там, может быть, не занимался такими теоретическим написанием, но по тестовым вопросам, скорее всего, у него, наверное, было бы что-то очень близко к этому. Но у него была задача стать – финансовая стабилизация, и вот кровь из носа я это сделаю. У Гайдара этой задачи не стояла. Ну, Швили. Не-не-не, у него другая, у него была конкретная задача – финансовая стабилизация. У Федорова была задача – либерализация российской экономики, и он ее проводил. У Гайдара такой задачи не стояла. У Федорова не было задачи отдать средства, там, собственность, все эти активы сотрудникам спецслужб и номерлатуры. Ничего подобного. У Гайдара этой задачи стояла. И вот когда вот мы так посмотрим, мы понимаем, что при всей важности того, что вы говорите, но это важно для вот этих концепций, которые были написаны потом. Для практической деятельности не это важно. Для практической деятельности… Вот я был там тоже в администрации, там все вышли из Советского Союза, все в той или иной степени учились этому марктизму, там кто-то в таких-то образовательствах. Но люди ведут себя по-разному. И конкретной политической деятельности, при принятии конкретных решений, люди принимают разные решения. Это связано, как бы можно сказать, это связано с целевыми установками, личными целевыми установками тех людей, которые оказались там. И с этой точки зрения я позволю себе воспроизвести еще раз цитату, который мне очень нравится, который произнес хорошо известным многим, по крайней мере, некоторым здесь присутствующим, как автодиловщик Бендукидзе. Значит, главное, чтобы человек понимал, что такое свобода. Если ты не понимаешь, что такое свобода, ничего не получится. Если у тебя другая цель, ничего не получится. Хорошо. Господа, давайте вопросы, поднимайте руки, кто там хочет. Давайте молодежи дадим возможность спросить, вот нашей молодежи, внешним студентам. Да. Ну, мне скорее уточняется вопрос. Я бы хотела узнать, как превращально выглядел Ка со свобода, возле торговли Киселева, и кто, и почему, самое главное, не предупустил его в таком виде, в каком его предложили Киселеву. Вы знаете, я прямо скажу, у меня его оригинального текста нету. Есть несколько текстов, которые Киселев написал, по-моему, это было два года тому назад, или три года тому назад, как раз когда эта тема была поднята. Ну, я просто помню, потому что я как раз в 91-м году, мы с ним жили, между прочим, в одном номере гостиницы «Россия» в 91-м году, как раз тогда, вот. И он там, в 91-м, в начале 92-го года, и он как раз этим делом занимался. У меня были другие вещи, я просто знал, что он пишет, он рассказывал об этом, когда он там пишет и так далее, вот, но текста у меня этого нет. Но он тогда, вот, слава богу, он написал такой довольно развернутый текст, он опубликовал, он был в Форбсе, вот, в начале там коротко писал, потом было развернутое интервью, в котором он рассказывал, значит, что он писал, как он, значит, почему он исходил, из каких соображений своих, говорит. Вот, например, были польские реформы, Бальцирович говорит, там основной, как сказать, драйв был первоначальный, освобождение, либерализация деятельности, вот, а когда он познакомился с пакетом, который вносит Гайдару, там не увидел либерализации вообще никакой, там, наоборот, было регулирование все. Возмущенный просто, вот, тем, что произошло, он говорит, надо хоть что-то-то сделать, что же такое. Он пишет этот текст, приносит Гайдару, отдает, Гайдар как бы забыл о нем. Типа, такой вот. И дальше он рассказывал просто вот эту всю историю, как потом, значит, вот, он стал включать все механизмы, включил Васильева, включил Филиппа, включил Головкова, включил Шахрая, и, значит, как он был, да, депутатом Верховного Совета, съездом народного депутата, по-моему, Верховного Совета, не помню, честно. В общем, он включил все эти ресурсы, и буквально чуть ли не приходил к Ельцину для того, чтобы добиться, чтобы этот самый указ был вытащен, чтобы начали работать. И вот только в результате этого беспрецедентного давления, которое было организовано, опять же, так сказать, вот, Киселевым, значит, Гайдар вынужден был достать этот самый указ, там, снова исправлять что-то делать, снова пошел новый этап работы, снова там дополнительный, и так далее, все это было опубликовано. Но это не единственный документ. Вот если вы посмотрите, значит, вот Борис Михайлович Эльвинов, который тогда работал в Рабочем Центре экономических реформ, начальником отдела по мониторингу законодательства. Ну, его просто вот тексты того времени, он частично выложил у себя в РЖ, частично они есть на, по-моему, сайте Либертариума, фантастические просто тексты, он просто анализирует, вот просто самые свежие документы, которые, как бы, так сказать, вот цитаделью этих самых реформ, Министерством экономики, под водительством товарища Нечаева. Ну, там Лобов просто отдыхает по сравнению с этим самым, по системе интервенционизма, регулирования, все это, так сказать, это просто вот введение всей этой системы, это чудовищные вещи просто. И понятно, что, так сказать, бюрократический вес Министерства экономики и финансов вначале, потом Министерства экономики одно, и Рабочего Центра экономических реформ, в котором работал Львин, я тоже там работал, вот, значит, они другие. Тем не менее, мы там что-то сопротивлялись, что-то пытались сделать, этому противодейству, но это показывает, на самом деле, что борьба носила, она носила не только характер там марксизма, вот в голова Кайдара, Нечаева, Мау и так далее. Мау, там очень хорошая, кстати говоря, кандидатская или докторская диссертация, вот, написанная перед тем, как он стал святником Гайдара, вот, предпочитайте, я сейчас, ну, чипное впечатление, да, там, как бы, все становится ясно. Но дело не в этом, дело в том, что это борьба, это была идеологическая, мировоззренческая борьба, совершенно верно, как говорит Павел Валерьевич, это вне всякого сомнения, потому что представление о том, что надо делать, было другим. Но, кроме этого, даже, исходя, оставляя старание мировоззрения, с таким же мировоззрением другие люди, оказавшиеся там, действовали по-другому. Шухина, что ли, было другое образование? Нет. Но, с точки зрения, тогда я еще помню, как раз у нас были такие, Шухин представлялся таким, как бы, что-то аккуратный, какой-то такой, очень осторожный, очень умеренный, не такой, то есть не говорил таких слов про радикальные реформы. Но сейчас, вот, глядя на документы, которые были подготовлены Шухином, или там, подготовлены, допустим, нечаянными гайдарами, это земля и небо, там полная либерализация социальной сферы, которая реально спасла просто миллионы людей. И там просто закручивание всех гаек, интервенционизм, везде ограничения. Решение гайдара по продовольствию, это же продразверстка. Вот он, значит, написал там в гиберимперии о том, что, значит, обвинил, якобы, значит, в готовности проводить продразверстку, Силаева, и там кого-то еще из российской правительства. Почитайте документы о, значит, вот эти распоряжения и постановления правительства, подписанных гайдаром по продовольствию. Вот это реально продразверстка. Такой в мягкой форме, но это продразверстка, а Силаевский там ничего, там вообще заявлений, там даже намета на это нет. Спасибо. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Знаете, я просто до сегодняшнего вечера действительно был таким почитателем Егора Тимуровича, и в этом смысле сегодняшняя лекция действительно такой конец света в некотором смысле. Самина одного правозрения на более удовлетворительное. Вот я начал сомневаться, я начал сомневаться, и у меня вот все-таки остался еще один вопрос, который для меня остается очень важным. Вот, Андрей Николаевич, Вы сказали, что если бы не гайдар, то вектор развития России мог быть иным. То есть обстоятельства могли сложиться как-то по-другому. И вот это мне, так сказать, очень показалось важным, поскольку получается, что гайдар какое-то такое вселенское зло, в котором совместились все проблемы того времени. А мне вот кажется, что очень по-русски. Вот его выглядит личность. Это сомнения, противоречия, полумеры. И именно тогда, когда нужно действовать жестко, последовательно, научно и так далее. И вот в этом смысле, может быть, он действительно все-таки больше человек времени. И нельзя его воспринимать просто персонально, как субъекта, который там лег поперек рельсов истории России и все испортил. Вот. Может быть, так сказать, он как раз отражал в себе вот естественное состояние социума России, ее экономики, вот, которая еще не была готова к таким последовательным, обдуманным, научным, четким каким-то действием. — Значит, здесь есть два тезиса, и на эти два тезиса у меня будут разные ответы. Значит, с тезисом, что от Гайдара все зло, я точно не согласен. Хотя я понимаю, что такое впечатление может сложиться, и в этом смысле, ну, как бы я, когда идет спор, я, естественно, предлагаю некие аргументы, отстающие другую точку зрения, что не надо создавать там храм, что это там не святое и так далее. И в этом смысле, действительно, в дебатах, в дискуссии получается, что некий перевес на другой стороне, что, значит, так, может быть, негативные или там не самые симпатичные действия. Это действительно так, но я не считаю, что там все зло. Ну, там много проблем, очень много проблем, и точно это не то представление, которое было близким и широко распространенным в течение длительного времени для многих людей. Это точно. Но не все зло. Со вторым тезисом, что это очень по-русски, и, так сказать, надо было действовать очень жестко, я просто говорю, это действует действительно очень жестко и последовательно. Не по-русски. Действует, я бы сказал так, по-немецки. Последовательно, систематично, в одном направлении. Очень жестко. Все решения, которые вот эти были приняты, либерализация цен на зерной и хлеб. Все требуют либерализации от Ельцина и Бурбулеса до Чешинского. В жесткой последовательной выводят его. По-русски, ну, хотите, пожалуйста, он этого не сделал. Вся команда говорит, надо назначать Федорова, руководителя Центрального банка. Жесткая последовательная. Геращенко в течение девяти месяцев последовательного ломбирова добился таких. Четыре раза, значит, приходили к Бурбуланкову. Сам приходил, Ельцин приходил, интригу провел. Шохин о ней рассказал интригу, как Гайдар организовал интригу по назначению Геращенко. Интрига такая непростая. Это не по-русски. Говорят, вот там не хотят. Нет. Намеренно снимал Матюхин, но намеренно ставил Геращенко. Очень жестко и последовательно. Все остальные, Лурбис, секретно, чтобы никто не знал. До того момента, как два года тому назад эту историю, вот я прошу прощения, я не вытащил на это, члены правительства Гайдаровского не знали об этом. За исключением вот этих двух-трех человек. Сделано секретно, тайно, для тех, пока нельзя делать. Финансирование спасения от банкротства Евробанка. То же самое. Жесткая последовательная. Не знали об этом. И этот список можно продолжать. Поэтому я хочу сказать, значит, здесь как раз это делано, вот не то, что мы, я не знаю, по-русски, не по-русски, но все это делалось в очень жесткой и последовательной, исходя из представлений, из мировоззрения, из цели, которые стояли. И который остается сейчас пока такой тайной для... Ну, мы обсуждаем, да, все потом идет. Давайте, пожалуйста, следующий тогда вопрос. Да, пожалуйста. Я хочу, если можно, с вами, ясно. Я помню очень хорошую фразу, которую сказал Алексей Рашин, который возглавлял клуб 19-х союзов, если помнить, я, Андрей Николаевич, где-то в 87-м году. Великолепная фраза. Если не получится в седере, будем просто зарабатывать деньги. И я очень много общался с всевозможными реформаторами, не так плотно, как Андрей Николаевич, в основном в одной сфере, в сфере недвижимости, как он и исторически сложился, я могу сказать так. И вообще не считаю то, что имело место быть в 19-м году реформами. Гайдаровские реформы, или реформы Гайдара Чубайса, это очень большой и вредный миф. Я абсолютно согласен с тем, как говорит Андрей Николаевич, что вот эта мифология, и здесь, мне кажется, Гайдара Чубайса гораздо даже больше, чем Гайдара. Он больше кричал о демократии, о либерализме. Смертельный удар либерализма в России был нанесен именно тогда. И кто из них больше повинен, как он черпается или Гайдар, не так важно. Но удар был нанесен очень серьезный. Был абсолютный правовой нигилизм. Пренебрежение права просто чудовищное. Я вот сейчас занимаюсь новым гражданским кодексом. Знаете, что я понимаю, что он с гражданским кодексом? И никого это не волнует. В новостях это нет. И вот то, что сейчас гражданское частное право в России никого не волнует, это следствие вот тех годов. Тот гражданский кодекс принимался в 1994 году, термоизоляция. Когда у нас тогда в Дуне распространилась операция демократистской группы России. И в этом кодексе есть одна очень интересная статья, о которой мало кто вспоминает. Это такая, что все, что касается приватизации, регулируется с законодательства о приватизации. То есть вне кодекса. То есть все, что касается приватизации, это вне частного права. Это прямое, ручное регулирование и прямое ручное управление. И вот система, она складывалась достаточно быстро в течение 92-го и 93-го года. Эта система складывалась, и то, что мы имеем сегодня, это действительно продолжение той системы. Виноват в этом Гайдар, не виноват в этом Гайдар, это на самом деле вопрос вторичный. Но тогда все началось. И что касается идеологии. Мне, конечно, кажется, что Гайдар был фанатиком недели. И то, что он постоянно пытался сзади, чувствовал создать свои действия, свистить теорию с тактикой, об этом об этом свидетельствует. Но все прочие, как мне кажется, начиная с известного времени, действовали по принципу. Не получилось идеи, делаем просто деньги. И эти деньги были очень большие. Зарабатывать на этих реформах было очень удобно. На реформах зарабатывали. А реформы делали те люди, которые вообще никогда слова реформы не употребляют. То есть те, кто больше говорили о реформах, реформы не делали. Реформы делали те, которые даже реформы слова не употребляют. И сейчас у нас, если мы хотим что-то заварить, то лучше всего это сделать реформы. Как только-то ставят реформы, будет как-то заводчиком жить. Хотели как-то лучше, получилось как всегда. И что касается идеологии. Я почему-то проверну шоколую, чтобы не забыть, сказал. Основная идея была реформировать социализм. Из этого все росло. И это была реформа. Это не максизм, это разочный социализм. Это доктрина сидела в мозгах. Реформировали социализм. Своей переход от административной экономики к рыночной. А никакое свободное общество не создавали. Потому что, такую свободную экономику не создавали. Потому что она, если по-видимому, действительно ли создавали, базировалась на правовом фундаменте. Вы посмотрите, пусть какой-нибудь из законов был принят в 2002 году. До принятия Гражданского кодекса в 2002 году вообще ничего не делал. Сплошной правовой произвол. И эта привычка была, чтобы ровно тогда власть, пишу любой указ, любое постановление, власть у своей, я никакой законки не делал. Именно тогда, как традиционный мировал. И до сих пор не исчезает. Вот у меня такая, Андрей Горячевский. Я хочу просто коротко сказать. Значит, я, значит, вот тут было выступление. Значит, не могу не согласиться и всеми силами поддержать вот эти тезисы, о которых сейчас сказал Вячеслав, о правовом нигилизме и правовом произволе. И это, конечно, один из самых больших ущербов, которые будут нанесены в стране не в краткосрочном плане. То есть в краткосрочном плане падение производства, безработица. Это все понятно, это безумно тяжелые вещи. Но в стратегическом плане два, наверное, самых больших удара нанесены, или не в среднесрочном плане, в виде кризиса. Два. Один – это идеология либерализма, а второй – это представление о праве и представление о справедливости. Потому что любое представление о праве базируется на существующем в обществе и господствующем представлении о справедливости. Значит, Чубай в свое время открытый и даже просто гордясь. Вот в интервью он сказал, говорит, представление о справедливости у российского народа мы подорвали. Записывая себе заслугу, что вот уничтожено представление о справедливости. На самом деле, это либо непонимание того, что какого просто преступления в уровне Герострата было совершено, либо даже просто гордость этому, потому что любое общество, неважно какое там, коммунистическое, некоммунистическое, либерально, не либерально, базируется на представлениях, на господствующих представлениях общественной справедливости, что хорошо, что плохо, что пристойно, что непристойно. И без этого представления, которое каким-то образом фиксируется в законах, в указах, либо просто в традициях, которые поддерживаются старейшинами, уважаемыми людьми и так далее, что можно делать, чего нельзя. И вот это сознательное действие по разрушению справедливости, и не говоря уже о праве, это действительно одна из таких открытых, заметных черт того, что делалось. Это, конечно, стратегический ущерб на длительное время. Хорошо. Давайте, друзья, у нас времени довольно много прошло, давайте несколько последних вопросов и будем подводить итоги. Хорошо, пожалуйста. А потом... Не-не-не, вначале... Вы знаете, мне хотелось бы... Хотелось включиться в вашу дискуссию, когда вы про Новодворск вы говорили. Ну, вот сейчас тогда немножко вернется. Смотрите, вы сами сказали, что Валерия Евгеньевична была против того, что вы делали тогда, так и вставала. Ну, вот так сложилось. Ну, вот, скажем, закон Магнитского, да, есть множество людей, которые пострадали от нашего, не знаю, от нашей тюремной системы или как-то от нашего правосудия. Но закон закрепил и Синим Магнитского, как бы он стал символом, да, вот нарушение прав человека, он стал символом. И, возможно, кто-то пострадал гораздо больше, чем он, или там более жестоко над ним издевались. Но, тем не менее, вот как бы общественный резонанс получил это дело, и закон назвали его именем. И вот здесь получается, что ведь основное, что вот, ну, вот так скажем, в массовом сознании, что произошло, переход из Советского Союза в экономику, вот существующую сейчас. Это появление частной собственности и, ну, пусть и богом, но рынка, да, то есть это произошло. И вот, как бы, символически это закрепилось за Гайдаром. Он же получил на себя весь негатив. Он и Чубайс получили на себя, ну, на протяжении достаточно большого количества лет, достаточно такой выброс негатива и народа, и всех остальных. И сейчас, когда вот Новодворская говорит, ну, там, не будем сейчас о церковь говорить, но, тем не менее, мне кажется, она сейчас о Гайдаре говорит как о чисто символической фигуре, которая ассоциируется именно с этим. Вот все, что вы говорите, я с этим совсем согласна, и что это нужно все обсуждать, и с нетерпением жду вашей версии, почему Гайдар так поступал. Вот, но, тем не менее, это все-таки разговор для специалистов или хотя бы людей, очень сильно интересующихся этим. А в мысловом сознании, вот, как бы должно быть какое-то имя, должен быть какой-то миф, который, ну, вот, каким-то образом вообще произошедший. Ну, я могу только сказать, что действительно, вы правы в том, что действительно в сознании довольно значительной части российского населения закрепилось, что частная собственность и рома консоциируется с Гайдаром. Хотя, по факту, частная собственность, как бы, легализация началась в 86-м году указами Горбачева, и потом законами... А мне еще максимум негатива за это. Ну, вот, понимаете, вот просто вот факты, факты истории. Создание кооперативов, создание совместных предприятий, начало индивидуальной трудовой деятельности, легализованной. Не легализованной она была всегда, да, но вот все это легализация, это реформы, экономические реформы Горбачева 86-88-го года. Значит, закон о госпредприятии, значит, пленум ЦК КПСС и совета, и, значит, потом совместное постановление с обмена, 1988-го года, июльский пленум. Впервые легализован понятие рынок, причем даже не социалистический рынок, там Рыжков там делал выступление, говорит, рынок, наше направление рыночной экономии. В 1988-го года. Это такое вот, это было просто решение. Я немножко о другом. Не-не-не, я понимаю, не-не-не. Вот смотрите, те люди, которые хотят обратно в Советский Союз, вот, которые мечтают о том, что вот тогда все было хорошо, а сейчас плохо, говорят, виноват Гайдар, это из-за него, как бы, в стране произошло вот это, что произошло. И я говорю о том, что раз Гайдар получил максимум негатива за это, то может быть, Бог с ним, что он, как бы, и остается символической фигурой вот этого процесса. Ну, это уже такая эзотерическая спор, или там, дискуссия даже. Я как бы, я понимаю, но я не психолог, и там, кто-то виноват, ничего не могу сказать, как там, как воздействовать на массовую психологию, даже на индивидуальную психологию, не знаю. Вот я хочу, как бы, к фактам. Вот у меня есть факты, значит, факты, и известно все. Что? Это научная. Нет, она, это научная, только просто есть наука истории, или там, экономическая история, есть наука психология. И пиар. Ну, вот, это Таня мне ближе. Но просто я вот в области, там, видимо, экономической истории. Как оно было на самом деле? А другая важная, очень интересная история, как эти события нашей истории, причем совсем недавние, мы все были в это время, мы все помним, кто когда принимал решение. Но даже в нашем сознании, вот, уважаемый мой и любимый Дмитрий Яковлевич говорит, говорит, ну, я вот благодарен Гайдару, потому что мы стали ездить за рубеж. Ну, нет, и на самом деле, если вы так подумаете, многие нас говорят, да, действительно, ну, подождите, но освобождение, вот, ликвидация этих выездных виз, и ликвидация получения разрешений у идеологической комиссии райкомов ТОПСС и прочих вещей, это Горбачев. Последнее решение, полностью снявшее все ограничения, это март 91-го года. Все, после этого все свободно. Какое отношение к этому имеют Гайдару? Никакого. Символическое. Нет, никакого, не символическое не имеет отношения. Он к этому, он рядом там не стоял. В 91-м году он вообще другими вещами занимался. Вот, это вот, это просто вот отдельная, безумно интересная тема, каким образом в индивидуальной и массовой психологии отражаются события, реальные события. Вот, это, эта тема, которая, я не знаю, она, возможно, бесконечна, я здесь не специалист, не психолог, не знаю, тут надо привлекать специалистов, которые, значит, будут объяснять, как таким образом трансформироваться. Вот, Антоний Борисович Байд, большой специалист, поэтому мы вместе с Леонидом Яковлевичем Гозманом, они экспериментируют, добиваются больших, удивительных результатов, когда, значит, результаты, сделанные другими, как, например, финансовая стабилизация, сделанная Федоровой, они приписывают себе, или там какие-то другие вещи. Они большие мастера этого дела, надо их, конечно, привлечь, они расскажут, как они этого добиваются. Или как был запущен вот этот самый мем или слоган, как Гайдар спас страну от голода, там, этой гражданской войны и распада страны. Ни того, ни другого, ни третьего не было, но грамотно заброшенный этот лозунг, потом повторялся. Я просто специально смотрел, взял просто по гуглу и пошел. И пошли все, и все министры действующего правительства, начиная с Аркадия Дворковича, стали говорить, Гайдар спас, спас. И когда это уже повторилось несколько раз, все говорят, ну, конечно, спас, а какие разговоры. Посмотрите, какой голод, какая угроза, где спас, что, это, как бы сказать, регулирование цен на зерно, на хлеб, организации очередей, это он спас. Это 50 миллионов тонн, там была угроза голода, это зеленая травка. Они уже вошли в раш, уже там создают новые теории. Это уже мир в США отдельный, который к жизни не имеет никакого отношения. Но люди там, да, говорят, да, спас. Господа, давайте два маленьких вопроса, и после этого мы перейдем к десерту, который нам Андрей Николаевич обещал. Да, три, три. Давайте кратко. Только краткие какие-то рассказывания и комментарии. Я, господи, господи, Андрей Николаевич, пора приходить к десерту. Вот мой вопрос. Скажите, главное. И получилось ли у Гайдара то, что он хотел? Отвечу сразу на этот второй вопрос. Его несколько раз спрашивали, значит, вот, значит, было ли что-то, значит, что-то, что вы бы поправили. Много раз спрашивали. И у него ответ все время один и тот же. Да, в деталях, конечно, я бы что-то поменял, мы там не все знали, технически нужно. Но в целом получилось то, что мы хотели. Более того, более того, значит, и он неоднократно отвечает. Вот другой, говорит, вот именно так, как оно должно было. И более того, я добавлю к этому еще цитату из Анатолия Борисовича, который там сказал, в интервью журнал «Избранное». Значит, он сказал, говорит, мы сейчас рыдаем от того, что у нас все получилось. Мы просто нельзя не рыдать, видя, что президентом нашей страны является сотрудник Анатолия Собчака Дмитрий Медведев, а премьер-министром, значит, его ближайший там отец Владимир Путин. Ну, это было вот там в 88-м году, когда один был президент, а другой премьер-министр. Это гордость. Мы горды тем, что у нас это получилось. Анатолий Борисович Чубайс. Это в 88-м году. Это в 88-м году, да. Нет, нет, это в 88-м году. В 2008-м году мы это, в интервью журнал здесь, говорит, это, говорит, если бы мы знали, что у нас получится так здорово, как у нас получилось, мы бы в 91-м году, в 90-м году зарыдали бы. Окей, давайте... Ну что они хотели? Валюки, комментарии. Вот только получилось. Можно я, пожалуйста, речь, Анатолий Николаевич, поскольку я психолог, а вы мне говорите. Вот вам надо было сюда и уйти, выступать и рассказывать. Я, конечно, в этом деле не специалист, хотя могу сказать, ну именно Валик. Но я бы на что хотел обратить внимание. Мне кажется, что вот сам метод такой, ну, как прочитывается в вашем посыле, что как вот морской бой, да, вот давайте играть морской бой. Вот вычеркнули клеточку, попал, не попал. Мне кажется, все-таки для оценки, главное, все-таки, публичная форма проявления. То есть именно того, что говорил Гайдар, Чубайс и так далее. И, например, Гайдар, Чубайс, чего он на 2-го форума заключался, он же сейчас говорит, это же мы вот породили средний класс, миллионы, которые выйдут. Это вот посыл-то был, как бы он сводит. Иначально можно о ней больше не говорить, но сейчас как-то можно вернуть. Или вот, например, я буквально очень кладу, Гайдар, как можно объяснить, ну, или вот то, что они активно поддержали, ну, Путина. Можно сказать, что ошибка эта линия? Нет, вот и ваш доклад меня упрещает о том, что внутренняя логика, ну, размышлений как не представляется. Гайдара и Путина очень совпадали. Хотя и не разрешились, потому что сам Гайдар совершил. Ну, вот на втором, он говорит, что первый пол, первый пол, избрание Путина, он делал все, что нужно, а второй начал делать не то. Ну, вот формально там было. Именно, например, как объяснить то, что в Гайдар в этот период подходит от руководства политической партии, но говорит, я просто член партии, в руководстве и нет. То есть, понятно, что за это стоит какие-то смыслы. И понятно, что за это стоит какая-то политика. Ну, я бы просто говорю о том, что предлагаю, вот как бы, больше на этом сосредоточиться. На том, что она очевидна, а на том, что эзотерическое, ну, подгарание больше. Здесь необходимость отвечать. Я только вот просто хочу сказать, что как мы можем проверить, что человек думает, так сказать, к чему он стремится, и, так сказать, в чем его цели. Здесь, по сути дела, я не знаю, может быть, вы как психолог знаете больше, но мне всегда казалось, что есть два метода. Один – это слово, другое – это дело. То есть, первое, что человек говорит и как он говорит, и второе, что он делает и как он делает. Для тех миллионов несчастных, или наоборот, счастливых, кто не попал в государственную власть, я имею в виду сейчас пока про политическую, так сказать, потому что в жизни мы что-то и говорим, и что-то делаем. В нашей семье, на работе, в бизнесе, с друзьями и так далее. Но если мы говорим о публичной деятельности, то в публичной деятельности подавляющее большинство нас, всех живущих, вот там 140, 139 миллионов, 999 тысяч, мы можем только говорить. Мы говорим, это нам нравится, это не нравится, это мы поддержим, это не поддержим. У нас возможности повлиять на это очень немного, но за исключением голосования, если оно не фальсифицировано. Если фальсифицировано, то даже это не возможно. У очень небольшого круга людей есть возможность проверять их реальные размышления, их идеи, потому что у них есть возможность действовать. Это те люди, кто получают политическую власть и принимают решения, прежде всего исполнительная власть. Вот для анализа нашего героя у нас есть возможность смотреть и на слово, и на дело. И в выборе между словом и делом, я в любом случае как бы смотрю на то, другое, но предпочтение даю делу. Что делал? Потому что, значит, если человек не получил власти, мы можем судить о его намерениях, о его планах по словам. Вот он говорит, я там за свободу, он говорит, я против свободы. Мы говорим, ну ладно, значит, тогда у нас есть представление о том, что он себя представляет. Но если он говорит, я за свободу, а делаю против свободы, то мой вывод этот заключается, пожалуй, все-таки, наверное, против свободы, потому что дела для этого очень небольшого круга людей, нескольких десятков или нескольких сотен людей, кто за последние 20 лет оказался во власти и имел возможность принимать реальные решения, дела несопоставимо более важные. И поэтому, хотя я с другой стороны не забываю о том, что было сказано в словах, и там набралось очень много еще было сказано о словах, которые во многих случаях не сильно противоречат делам, но дела все равно обладают приоритетом. Андрей Николаевич, можно одно предложение буквально? Спасибо. Светлое будущее, которое публично провозглашал Гайдарь, какое? Я напомню. Он говорил, что если он или какой-то доходов на душу населения превысит определенную сумму, вот тогда и будет нормальное общество. Он же говорил это. Он же не хотел кого-то обмануть и так далее. Он говорил, что это такая цель. Господа, у нас все больше дискуссий может разрушаться. Нет, нет, это хорошее, но просто вот уже Вячеслав как раз напомнил, в принципе, это не Гайдарь сказал, это вообще сказал Липсет в 1959 году. Собственно говоря, он автор этой идеи, которая очень хорошо известна в мировой экономической, социологической науке. Наиболее детальная проверка этой концепции сделал Адам Шиворский в целом ряде работ конца 80-х, начала 90-х годов по изучению критического уровня экономического развития, которая там способствует поддержанию устойчивых институтов демократии. И в этом смысле Гайдарь не сделал ничего нового. Надо было упоминать, как сказали Липсет в Шиворске, а также несколько десятков людей, которые об этом написали много разных книжек. Ну, просто как бы все время об этом забывал, а Анатолий Борисович Байс постоянно говорит, что Гайдарь разработал великую теорию связи и уровня экономического развития с демократией, и значит, это, так сказать, великий вклад в мировую экономическую и социологическую науку. Ну, это так, опять же, относится к вопросу о том, что было на самом деле, и как это отражается в сознании. Кеннинг, Кеннинг. Кто, на ваш взгляд, заинтересован в фальсификации истории 90-х? Значит, я, значит, так скажу, прежде всего, это фальсификация не только истории 90-х. Значит, вот книга «Гибель империи», которая сейчас вот разбирается, мы уже упоминали имя, значит, это вот автор Барии Говором, который исследует, значит, я должен сказать, она разбирает материалы там с 50, по-моему, второго года, по какой-то времени, по зерну, по хлебу, по золоку, по золотому. Она, просто сказать, там приводит кучу материалов, архивные данные, материалы и так далее. Вся история этого периода фальсифицирована Гайдаром фантастическим образом. Это невероятно. Ну, мы же не занимаемся, нормальные люди, которые там, знаете, экономят, мы же не занимаемся этим. Вот человек там историй просто пошел, стал исследовать эти вещи, и говорит, вся история фальсифицирована. Это не только Дегоносский год. Значит, я в свое время, значит, там, не долго, не много, но выглянул на вот эту книжку развилки «Российская история», которую упоминал Дмитрий Яковлевич на презентации, которую он был. Она же вся фальсифицирована. Она фальсифицирована, начиная с 20 века. Там разные истории, и для России, и не для России. Книга «Смуты и институты», там масса вещей фальсифицирована по разным периодам истории. Значит, история Испанской империи, значит, там, 16-17 век, и вот эта эпоха возрождения в Европе, она фальсифицирована. Начало истории, значит, вот в гибель империи, когда рассказывается о том, что, значит, история европейских государств базировалась на римском праве. Это начало просто вот самой книги «Гибель империи». фальсификации, там не было римского права. И тогда встает... Что? Нет, просто вот после крушения римской империи под нацистом варваров, во всех этих самых варварских королевствах восторжествовало принесенное имя германское право. Собственно говоря, все эти германские правды, там разные варианты, там бургундская, там, значит, везгодская, азгодская, там везде разные правды, но это германская система германского правды, которая, значит, установилась на всей территории Западной Европы. Ну, понятно, в Восточно-Римском империи оставалось в Византии, там оставался кодекс Юстиниана, а в Западной Европе римское право было найдено в конце XI века, значит, вот в Пизе, там, в каких-то там архивах, и, собственно, вокруг этих найденных архидов, вокруг дегестов Юстиниана, возникла первая кафедра римского права и стали изучать просто как наследие, значит, ушедшей эпохи. И это все продолжалось только до, собственно, до кодекса Наполеона, собственно, кодекс Наполеона 1804 года, который построен и во многом основан на некоторых элементах римского права, кондитерального права и так далее. А вот эта вся эпоха, тысячелетняя практически история, больше, чем тысячелетняя история, 12 веков Западной Европы, это совсем другое. Циолические правды, собственно говоря, все наши вот эти романы, которыми все мы засчитывали, Дрион и все это такое, какое-то римское право, это чистое, солическое, германское право, и, собственно говоря, там все наши эти герои, ну, не наши, западноевропейские, они там друг друга там убивают, бьются, борются по принципу солических прав. Там никакого римского права нет. Господа, я боюсь, мы, если будем в римском праве, сейчас очень долго беседу. Да, нет, просто это вот, как мы в разные места, мы вот заходим, мы просто обнаружим, что это? Это ошибка? Это мистификация? Это фельсификация? Что это такое? И, как бы, так сказать, это просто... Это небрежность. Ну, понимаете, это вообще-то, если это одна небрежность, если это вторая небрежность, но когда, вот, например, с точки зрения вот хлеба, там, например, с хлебом и зерном, там, например, намеренно, это просто видно, просто о том, как снимаются одни цифры, как ставятся другие, как, значит, и в источнике есть таблицы, значит, с рядами, значит, выбираются конкретные данные, а это не показывается, потому что эти данные полностью опровергают эту теорию. Это не небрежность, это сознательное, целенаправленное искажение действительности для создания совершенно другой теории. Например, тот, кто читал «Гибель империи», ну, я не знаю, может быть, здесь есть, но люди, значит, помнят, что там очень много места, времени, сил потрачено на привлечение внимания к 63-му году. Значит, когда Советский Союз стал закупать зерно, там, Никита Хрущев, значит, сказал, мы так не можем, значит, стали закупать, позор и так далее. И все. И дальше переходим к событиям, там, конца 80-х, начало 90-х годов. Их следы показывают, что, да, в 63-м году были закупки зерна. Они были крупными, да, в России, да, но закупки зерна, которые начались в 72-м году, гораздо больше. И реальный перелом, переход Советского Союза из положения экспортера зерна в импортеры зерна произошел не в 63-м году, а в 72-м. Но в 72-м году гибель империи, не сказано ни слова. Любая таблица, которая существует по экспорту импортера зерна, по торговле и так далее, и в советской статистике, в американцах, так далее, четко показывает, ключевой перелом, 72-й год. Гайдар намеренно. И все эти таблицы ему известны, потому что ссылки на все эти работы у него есть. Но про 72-й год он не пронил ни слова. Все внимание обращается на 63-й год. И не к этому вопросу. Зачем? Зачем был скрыт 72-й год? Зачем был выпечен совершенно незначимый с этой точки зрения 63-й год? Когда таких случаев набираются десятки и сотни, появляется теория, концепция, которая изложена в гибели империи, в других местах, которая нам хорошо известна. И в результате, получается, скрыта реальная история страны, и реальные переломы, и реальные решения, которые принимались, например, в 72-м году. А может он просто экстраполировал? Это у вас с 22-м. Собирал ли он данные, кстати говоря? Да нет, это же данные, подождите, я же прошел по всем этим данным. Там, например, он ссылается на книжку про сельскохозяйственную статистику, которая подголоса Министерства сельского хозяйства. Открывает ту таблицу, на которую у него ссылка. Вот она открывается, таблица, она вся здесь. Тут все видно. Там ничего скрывать не надо, просто видно. Вот он, где пик идет, 72-й год, 63-й год, вот такой. Да, там есть небольшой, но там не надо быть специалистом, там не надо получать высшее образование, там не надо знать дифференциальное вычисление. Человек, знающий 4 действия арифметики с первого класса, видит, где вершина. Там ничего этого не нужно делать. Это даже не на соседней странице, в той же самой таблице. Когда, например, он пишет данные, там, например, это во втором издании, это издание «Гибель империи» висит сейчас в интернете не первый и не третий, а второй висит в интернете. Можно зайти. Поместит соответствующий график. Говорит о закупке зерна в государственные ресурсы. Значит, по пятилетиям. Он покажет, что и закупки зерна в государственные ресурсы по пятилетиям там выровнялись, стали постоянными. Значит, вот там не давалось. Ну, все прочитали. Десятки тысяч людей прочитали это. Все говорят, ну да, действительно так. Мелким шрифтом идут подписи под этими колонками. Идет, значит, пятилетие, сейчас я правильно помню, в 61-65-го года, до 66-го и 70-го, а затем, по-моему, 85-86-го. Две пятилетки 71-го, 75-го, 76-го, 80-го выпущены. Их нету. Знаете, ну когда вы делаете, то есть идет же по пятилеткам, последовательно. И когда, вы позволите, я закончу, хорошо, а потом вы будете выступать так. Когда мы восстанавливаем, идем просто исходные данные, народно-хозяйство, СССР, источник, СССР, все нормально, ничего такое. Выясняется, что на эти две пятилетки гигантские столбы выше, закупки были гораздо больше. То есть для того, чтобы создать впечатление, для того, чтобы сформировать у читателя представление о том, что закупки не выросли, две пятилетки просто убираются. И после четвертой пятилетки ставится следующее. Десять лет просто выпущено. Это что такое? И таких случаев десятки и сотни. Все согласны. Давайте последний вопрос. Андрей Николаевич наконец-то на десерт расскажет о своем мнении. Наталья, пожалуйста. Да, Андрей Николаевич, я хотел вас спросить в какой-то частице. Вот есть такая версия о том, что да, Гайдар, возможно, был неправ, да, возможно, он что-то неправильно сделал, но кроме него, многие об этом говорят, никто особенно не хотел брать ответственность то время на себя за руководство этим процессом. Он прокомментирует, пожалуйста, вот это. Ну, это один из бифов, это фальсификация, которая не имеет, нет, просто это не имеет отношения к действительности. Дело в том, что даже в работах Гайдара упомянуты целый ряд людей, которые очень хотели стать премьер-министром осенью 91-го года. В той самой, голодной, холодной Москве, где все бежали от власти. Даже он об этом рассказывает, а сейчас просто там все имена указаны. Кто хотел, кто стремился. Значит, этот самый Скоков, Лобов, Хазбулатов, Рудской, Федоров Святослав, Рыжов, которого рассматривали, но который, так сказать, отказался от этого. Это просто люди, которые не просто хотели, а предпринимали усилия, некоторые интригарские, всякие прочие, для того, чтобы уговорить Ельцина назначить именно их руководителем правительства. Более того, Гайдар это знал, и об этом написал, и даже, так сказать, с насмешкой, с охмылкой, потом мне Борис Николаевич сказал, что Руслан Иврадович, ты хотел быть премьером, поэтому он так ко мне плохо относился. Но книжку-то он написал в 94-м году, а в 2000-е годы, когда создавался миф о том, что никто не хотел власть, об этом решили забыть, или уже действительно забыли. Так же, как и многие другие вещи. То есть, на самом деле, благодаря этому, спасибо вам за этот вопрос, кстати говоря, Нищаев там тоже очень любит такую фразу, говорит, власть перекидывали, как горячую картошку. Власти всегда стремились, а тем более в такой стране, как наша. Фантастические возможности, фантастические ресурсы для осуществления политики, для изучения многих других разнообразных дел. Никто никогда от власти добровольно не отказывался. Все стремились к ней. Вот поэтому это такой миф. Миф, нацеленный на создание определенного образа, который, конечно, ничего общего в жизни не имеет. Есть человек, который отказался от власти, Григорий Явлинский. Вот в 3 ноября 1991 года Гурмулис Геннадий Эдорович пригласил Явлинского к себе в кабинет и сказал, вот смотрите, Григорий Алексеевич, у Бориса Николаевича заготовлены два проекта указа на назначение вице-премьера по экономическим вопросам. Один на вас, другой на Гайдара. Значит, Гайдара Борис Николаевич не знает. Не доверяет ему. И это правда. У них до этого была всего лишь одна встреча на 20 минут между Ельцином и Гайдарем до этой встречи. Говорит, вас он знает, вам доверяет. Я, значит, уполномочен предложить вам, значит, вот этот пост, если вы согласитесь, значит, понятие вы. Явленский задал Борису два вопроса. Говорит, первый вопрос был, значит, что идет первым, значит, если я становлюсь вице-премьером, тогда все называют экономик царь, так даже везде, экономический царь, то есть, хозяин по всем экономическим решениям. что мы делаем, значит, вначале мы делаем либерализацию цен или там мы делаем приватизацию, структурную реформу, как вот у него в 500 дня. Борис говорит, мы делаем либерализацию. Говорит, это авантюра. Цитата. Говорит, это авантюра, я на это не пойду. Хорошо, второй вопрос. Что мы делаем с союзом, с республиками? Борис говорит, Россия пойдет одна. Говорит, это авантюра, надо идти вместе, мы не можем оторваться. Говорит, это будет удар по нам. Борис говорит, итак, еще раз повторяю, последний раз, ваш выбор такой. Говорит, но я не могу пойти на это, значит, если вы мне даете полномочия, я буду делать то, что я считаю нужным. Если, значит, вот эти два пункта не обсуждаются. Это будет так, это приняли решение мы с Борисом Николаевичем. Либерализация цен сейчас и, значит, вот Россия идет одна, без республик. Говорит, я на это подписаться не могу. Какая работа, спасибо, до свидания. Гайдар. Гайдара спрашивать не стали просто. Подписал указ, с ним не ельцы, не брубрыз, не встречались. Поставили вместе. Значит, Гайдар отказывается от этого значения, Нистанского. Да, хорошо. А ведь, чем совет, никакой люди не играл? Что? Какой? Нет, ну что вы, зачем? Зачем такие мелочи? Ну, господи, зачем же такие? Господин. И, несмотря на то, какие у него были взгляды, какие у него были представления, он принял и вспомнил. То есть, здесь вот то, о чем я говорю, два принципиальных подхода. Кстати говоря, вопрос, о котором мы с Павлом Валерьевичем говорили немножко. Это не о марксизме, ленинизме. Это о принципиальном отношении к важнейшим решениям. Явлинский относился к этому решению как к решению, которое принимается более или менее, значит, двумя субъектами, находящимися более или менее на равных правовых позициях. То есть, это некий договор, контракт. Значит, власть предлагает полномочия некоторые, он как бы выставляет некоторые условия, кто что может делать. Значит, это контракт между более или менее независимыми, свободными, с точки зрения классического либерализма, либертарианства и вообще нормальной правовой теории, субъектами. Кайдаре относился к этому по-другому. Как к дару, как к благотворительности, как к решению босса, боярина, там, кого угодно, как отношение холопа к боярину. Значит, дали, бери, дали шубу, бери шубу, дали поручение, дали власть, выбирай, будем делать это же дело. Два принципиально разных подхода. И не случайно, что в книге, в программе «500 дней» у Явлинского начинается все это со свободы субъекта, с равных прав и так далее, а у Кайдары этого нет. Все, я ответил на ваш вопрос. Тогда, Андрей Николаевич, вы мне обещали десерт. Значит, знаете, что у меня десерт на самом деле он большой, это точно выйдет за тер... Поэтому мы как-нибудь в следующий раз встретимся, этот десерт обсудим детально, а коротко я все-таки на него скажу. На самом деле, я уже об этом десерте несколько раз сказал в комментариях, в вопросах, в ответах, в обсуждении. С моей точки зрения, самое главное объясняющее действие заключается в мировоззрении, в мировоззрении человека, которое не только и не столько сводится к тому образованию там марксизм или там не марксизм, либерализм или либертарианство, нет. Это сводится к представлению человека, что нужно делать, какая цена целевая функция. Потому что совершенно ясно, что до 6 ноября 1991 года у Гайдара был один ряд целей. Когда он оказался 6 ноября 1991 года в правительстве, совершенно ясно, что были другие цели. И он жестко и последовательно, как тот сказал, жестко и последовательно занимался осуществлением этих целей. Без относительно к тому, что он писал там. Затем было несколько периодов, когда он попытался вернуться во власть. Это отдельно, можно рассказать, где, когда это не удалось, то уже в 2000-х годах он поставил перед собой другую цель. Он поставил, ему поставили, вместе они согласились. Другой вопрос. Другую цель. Создать, скажем так, мягко, фальсифицированную историю страны. И жесткой последовательной этим не занимался. Поэтому весь мой ограниченный опыт общения с людьми во власти и около власти показывает, что каждый из них, по крайней мере, из тех, кто представляет себя личность, фигуру и так далее, преследует свои конкретные цели. Разные бывают они. Разные. Но они преследуют свои цели. И до тех пор, пока мы не понимаем эти цели, не догадываемся этих целей, мы не понимаем мотивации их действия, какие действия они будут принимать. Поэтому настолько важным для любого общества вообще, даже для демократического общества, но особенно для авторитарного общества, является знание того, какие люди оказываются на вершине государственной власти, каким мировоззрением они, какое мировоззрение у них, какие цели у них. Потому что только тогда у нас есть некоторые представления, тогда мы можем что-то из этого, какую-то нашу собственность строительство и строить. Вот это самое главное. И поэтому коллега психолог нам здесь может быть гораздо более полезен даже, чем экономист или чем историк. Экономисты тоже что-то могут помочь, документы принести, распечатать, что-то такое. Но дальше стоит вопрос, что находится у людей в головах? Потому что самая ложная идея исходит из предположения о том, что люди действуют всегда только ради денег. Да, часто ради денег, ради материального благополучия. Но не всегда. Вот вы пришли сюда, многие сюда пришли, не родители, здесь денег нету, шли по другим соображениям. И вот сидим мы здесь тогда 11-й час, да, то есть как бы тратим свое собственное время, можно было чем-то другим заниматься. Значит, не только это, значит, есть что-то другое. И это значит, многие другие люди в разных обстоятельствах руководствуются не такими вульгарными, примитивными мотивами, причинами, которые нам навязываются, а как нам рекомендует думать об этом либертарианство и классический либерализм, каждый человек индивидуален, исходит из своих собственных представлений о том, что хорошо, что плохо, что важно, что не важно, что должно. И действует исходя из этого. Поэтому на этой ноте я завершу вашу прессию. Спасибо, Аплодисменты.